Произведение Фёдора Достоевского «Белые ночи» читает Павел Беседин. Ночь первая. Была чудная ночь, такая ночь, которая разве только и может быть тогда, когда мы молоды, любезный читатель. Небо было такое звёздное, такое светлое небо, что, взглянув на него, невольно нужно было спросить себя, неужели же могут жить под таким небом разные, сердитые и капризные люди. Это тоже молодой вопрос, любезный читатель, очень молодой. Но пошли его вам Господь чаще на душу. Говоря о капризных и разных сердитых господах, я не мог не припомнить и своего благонравного поведения во весь этот день. С самого утра меня стала мучить какая-то удивительная тоска. Мне вдруг показалось, что меня, одинокого, всё покидают и все, и что все от меня отступаются. А ну, конечно, всякие вправе спросить, кто же эти все? Потому что вот уже восемь лет, как я живу в Петербурге, и почти ни одного знакомства не умел завести. Но к чему мне знакомство? Мне и без того знаком весь Петербург. Вот почему мне и показалось, что меня все покидают, когда весь Петербург поднялся и вдруг уехал на дачу. Мне страшно стало оставаться одному, и целых три дня я бродил по городу в глубокой тоске, решительно не понимая, что со мной делается. Пойду ли я на Невский, пойду ли в сад, брожу ли по набережной, ни одного лица из тех, кого привык встречать в том же месте в известный час целый год. Они, конечно, не знают меня, да я-то их знаю. Я коротко их знаю, я почти изучил их физиономию, и любуюсь на них, когда они веселы, и хандрю, когда они затуманятся. Я почти свел дружбу с одним старичком, которого встречаю каждый божий день в известный час на фонтанке. Физиономия такая важная, задумчивая. Все шепчет под нос и махает лево рукой, а вправо у него длинная сучковатая трость с золотым набалдажником. Даже он заметил меня и принимает во мне душевное участие. Случись, что я не буду в известный час на том же месте, фонтанке, я уверен, что на него нападет хандра. Вот отчего мы иногда чуть не кланяемся друг с другом, особенно когда оба в хорошем расположении духа. На медни, когда мы не видались целые два дня и на третий день встретились, мы уже было и схватились за шляпы. Да благо опомнились вовремя, опустили руки и с участием прошли друг подли друга. Мне тоже и дома знакомы, и дома. Когда я иду, каждый раз будто забегаю вперед меня на улицу, глядит на меня во все окна и чуть не говорит дом. Здравствуйте, как ваше здоровье? И я, слава богу, здоров. А ко мне в мае месяце прибавит этаж. Или, как ваше здоровье? А меня завтра в починку. Или, я чуть не сгорел и при том испугался. И так далее. Из них у меня есть любимцы. Есть короткие приятели. Один из них намерен лечиться это лета у архитектора. Нарочно буду заходить каждый день. Чтобы не залечили как-нибудь, сохрани его, господи. Но никогда не забуду истории с одним прихорошеньким светло-розовым домиком. Это был такой миленький каменный домик. Так приветливо смотрел на меня. Так горделиво смотрел на своих неуклюжих соседей. Что мое сердце радовалось, когда мне случалось проходить мимо. Вдруг, на прошлой неделе, я прохожу по улице и, как посмотрел на приятеля, слышу жалобный крик. А меня красят желтую краску. Злодеи и варвары. Они не пощадили ничего. Ни колонн. Ни карнизов. И мой приятель пожелтел. Как канарейка. У меня чуть не разлилась желчь по этому случаю. И я еще до сих пор не в силах был повидаться с изуродованным моим бедняком, которого раскрасили под свет поднебесной империи. Итак, вы понимаете, читатель, каким образом я знаком со всем Петербургом. Я уже сказал, что меня целые три дня мучило беспокойство, пока местья догадался о причине его. И на улице мне было худо. Того нет. Этого нет. Куда делся такой-то? Да и дома. Я был сам не свой. Два вечера добивался я, чего не достает мне в этом углу. Отчего так неловко было в нем оставаться в доме. И с недоумением осматривал я свои зеленые закоптелые стены. Потолок, завешанный паутиной, который с большим успехом разводила Матрена. Пересматривал всю свою мебель. Осматривал каждый стул, думая, не тут ли беда. Потому что, коль у меня хоть один стул стоит не так, как вчера стоял, так я сам не свой. Смотрел за окно, и все понапрасну. Нисколько не было легче. Я даже вздумал было призвать Матрёну. И тут же сделал ей отеческий выговор за паутину. И вообще за неряшество. Но она только посмотрела на меня в удивлении и пошла прочь. Не ответив ни слова. Так что паутина еще до тех пор благополучно висит и до сих пор на месте. Наконец, я только сегодня поутру догадался, догадался, в чем дело. Да ведь они от меня удирают на дачу. Простите за тривиальное словцо. Но мне было не до высокого слога. Потому что ведь все, что только ни было в Петербурге, или переехало, или переезжало на дачу. Потому что каждый почтенный господин, солидной наружности, нанимавший извозчика, на глаза мои, тача же обращался в почтенного отца семейства, который после обыденных должностных занятий отправляется налегке в недра своей фамилии. На дачу потому, что у каждого прохожего был теперь уже совершенно особый вид, который чуть-чуть не говорил всякому встречному. Мы, господа, здесь только так, мимоходом. А вот через два часа мы уедем на дачу. Отворялись ли окно, по которому поборованивали сначала тоненькие белые, как сахар, пальчики, и высовывались головки хорошенькой девушки, дамы, подзывавшей разносчика с горшками цветов. Мне тача же тут же представлялось, что эти цветы только так покупаются. То есть вовсе не для того, чтобы наслаждаться весной и цветами в душной городской квартире. А что вот очень скоро все переедут на дачу и цветы с собой везут. Мало того, я уже сделал такие успехы в своем новом, особенном роде открытий, что уже мог безошибочно по одному виду обозначить, на какой кто даче живет. Обитатели Каменного и Аптекарского островов или Петерговской дороги отличались изученным изяществом приемов, щегольскими летними костюмами и прекрасными экипажами, в которых они приехали в город жители Порголова. И там, подальше, с первого взгляда внушали своим благоразумием и солидностью, посетитель Крестовского острова отличался невозмутимо веселым видом. Удавалось ли мне встретить длинную процессию ломовых извозчиков, лениво шедших с вожжами в руках под левозов, нагруженных целыми горами всякой мебели, столов, стульев, диванов, турецких, нетурецких и прочим домашним скарбам, на котором сверх всего этого зачастую восседала на самой вершине ввоза кухарка, берегущая барское добро, как зеницу ока. Смотрел ли я на тяжело нагруженные домашние утварью лодки, скользившие по Неве или фонтанке, до Черной речки или островов, ввоза или лодки удесятерились, усотерялись в глазах моих. Казалось, все поднялось и поехало, все переселялось целыми караванами на дачу. Казалось, весь Петербург грозил обратиться в пустыню. Так что, наконец, мне стало стыдно, обидно и грустно. Мне решительно некуда и незачем было ехать на дачу. Я готов был уйти с каждым ввозом, уехать с каждым господином почтенной наружности, нанимавшим извозчика. Но не один. И решительно никто не пригласил меня. Словно забыли меня. Словно я для них был и в самом деле чужой. Я ходил много и долго, так что уже совсем успел по своему обыкновению забыть, где я, как вдруг очутился у заставы. Вмиг мне стало весело, и я шагнул за шлагбаум. Пошел между засеянных полей и лугов. Не слышал усталости, но чувствовал только всем составом своим, что какое-то бремя спадает с души моей. Все проезжие смотрели на меня так приветливо, что решительно чуть не кланились. Все были так рады чему-то. Все до одного курили сигары. И я был рад, как еще никогда со мной не случалось. Точно я вдруг очутился в Италии. Так сильно поразила природа меня. Полубольного горожанина, чуть не задохнувшегося в городских стенах. Есть что-то неизъяснимо трогательное в нашей петербургской природе, когда она с наступлением весны вдруг выкажет всю мощь свою. Все дарованные ей небом силы опушатся, разрядятся, упестриться цветами. Как-то невольно напоминает она мне ту девушку, чахлую и хворую, на которую вы смотрели иногда с сожалением. Иногда с какой-то сострадальной любовью. Иногда же просто не замечаете ее. Но которая вдруг на один миг как-то нечаянно сделается неизъяснимо, чудно прекрасную. А вы, пораженный, упоенный, невольно спрашиваете себя, какая сила заставила блистать таким гнем эти грустные, задумчивые глаза. Что вызвало кровь на эти бледные, похудевшие щеки? Что облило страстью эти нежные черты лица? Отчего так вздымается эта грудь? Что так внезапно вызвало силу, жизнь и красоту на лицо бедной девушки? Заставило его заблистать такой улыбкой, оживиться таким сверкающим, искрометным смехом? Вы смотрите кругом, вы кого-то ищете, вы догадываетесь? Но миг проходит, и, может быть, на завтра же вы встретите опять тот же задумчивый и рассеянный взгляд, как и прежде, то же бледное лицо, ту же покорность и робость в движениях, и даже раскаяние, даже следы какой-то мертвящей тоски и досады, заминутное увлечение. И жаль вам, что так скоро, так безвозвратно завяла мгновенная красота, что так обманчиво и напрасно блеснула она перед вами. Жаль от того, что даже полюбить ее вам не было времени. А все-таки моя ночь была лучше дня. Вот как это было. Я пришел назад в город очень поздно, и уже пробило 10 часов, когда я стал подходить к квартире. Дорога моя шла по набережной канала, на которой я в этот час не встретишь никакой живой души. Правда, я живу в отдаленнейшей частице, части города. В самой отдаленной. Я шел и пел, потому что, когда я счастлив, я непременно мурлыкаю что-нибудь про себя, как и всякий счастливый человек, у которого нет ни друзей, ни добрых знакомых, и которому в радостную минуту не с кем разделить свою радость. Вдруг со мною случилось самое неожиданное приключение. В сторонке, прислонившись к перилам канала, стояла женщина. Облокотившись на решетку, она, по-видимому, очень внимательно смотрела на мутную воду канала. Она была одета в примиленькой желтой шляпке и в кокетливой черной мантильке. Это девушка и непременно брюнетка, подумал я. Она, кажется, не слыхала шагов моих, даже не шевельнулась, когда я прошел мимо. Затаив дыхание и сильно забившимся сердцем, странно, подумал я, верно, она о чем-нибудь очень задумалась, и вдруг я остановился, как вкопанный. Мне послышалось глухое дыхание, рыдание. Да, я не обманулся. Девушка плакала. И через минуту еще и еще схлипывание. Боже мой, у меня сердце сажалось. И как я не робок с женщинами, но ведь это была такая минута, я воротился, шагнул к ней и непременно бы произнес «Сударыня, если б только не знал, что это восклицание уже тысячу раз произносилось во всех русских великосветских романах». Это одно и остановило меня, но пока я приисковал слово, девушка очнулась, оглянулась, спохватилась, потупилась и скользнула мимо меня по набережной. Я той часа пошел вслед за ней, но она догадалась, оставила набережную, перешла через улицу и пошла по тротуару. Я не посмел перейти через улицу, сердце мое трепетало, как у пойманной птички. Вдруг один случай пришел ко мне на помощь. По той стороне тротуара, недалеко от моей незнакомки, вдруг появился господин во фраке. Солидных лет, но нельзя сказать, что солидной походки. Он шел, пошатываясь и осторожно опираясь об стенку. Девушка же шла, словно стрелка, торопливо и робко, как вообще ходят все девушки, которые не хотят, чтобы кто-нибудь вызвался провожать их ночью домой. И, конечно, качавшийся господин ни за что не догнал бы ее, если б судьба моя не надоумила его поискать искусственных средств. Вдруг, не сказав никому ни слова, мой господин срывается с места и летит со всех ног, бежит, догоняя мою незнакомку. Она шла, как ветер, но колыхавшийся господин настигал, настигал, настиг девушку. Девушка скликнула, и я благословляю судьбу за превосходную сучковатую палку, которая случилась на этот раз в моей правой руке. Я мигом очутился на той стороне тротуара, мигом незваный господин понял, в чем дело, принял в соображение неотразимый резон, замолчал, отступал, и только когда уже мы были очень далеко, протестовал против меня в довольно энергичных терминах. Но до нас едва долетели слова его. «Дайте мне руку», сказал я моей незнакомке, «и он не посмеет больше к нам приставать». Она молча подала мне свою руку, еще дрожавшую от волнения и испуга. «О, незваный господин, как я благословлял тебя в эту минуту!» Я мельком взглянул на нее. Она была примиленькая и брюнетка. Я угадал, на ее черных ресницах еще блестели слезинки недавнего испуга или прежнего горя. Не знаю. Но на губах уже сверкала улыбка. Она тоже взглянула на меня, украдкою, слегка покраснела и потупилась. «Вот видите, зачем же вы тогда отогнали меня? Если б я был тут, ничего бы не случилось. Но я вас не знала, и я думала, что вы тоже. А разве вы теперь меня знаете? Немножко. Вот, например, отчего вы дрожите? О! Вы угадали с первого раза, отвечал я в восторге, что моя девушка умница. Это при красоте никогда не мешает. да, вы с первого взгляда угадали, с кем имеете дело. Точно, я робок с женщинами, я в волнении, не спорю, не меньше, как были вы минуту назад, когда этот господин испугал вас. Я в каком-то испуге теперь, точно сон, а я даже и во сне не гадал, что когда-нибудь буду говорить хоть с какой-нибудь женщиной. Как? Неужели? Да, если рука моя дрожит, то это от того, что никогда еще ее не обхватывала такая хорошенькая маленькая ручка? Как ваша? Я совсем отвык от женщин, то есть я к ним и не привыкал никогда. Я ведь один, я даже не знаю, как говорить с ними. Вот и теперь не знаю, не сказала ли вам какой-нибудь глупости. Скажите мне прямо, предупреждаю вас, я не обидчив. Нет, ничего, ничего напротив, если уже вы требуете, чтобы я была откровенна, так я вам скажу, что женщинам нравится такая робость, а если вы хотите знать больше, то и мне она тоже нравится, и я не отгоню вас от себя до самого дома. Вы сделайте со мной, начал я, задыхаясь от восторга, что это чажа перестану робеть, и тогда прощай все мои средства. средства? Какие средства к черту? Ну, к чему? Вот это уж дурно, виноват не буду, у меня с языка сорвалось, но как же вы хотите, чтобы в такую минуту не было желания? Понравится что ли? Ну, да, да будьте, ради Бога, будьте добры, посудите, кто я, ведь вот уж мне 26 лет, а я никого никогда не видал, ну, как же я могу хорошо говорить, ловко и кстати, вам же будет выгоднее, когда все будет открыто наружу, я не умею молчать, когда сердце во мне говорит, ну, да все равно, поверите ли, ни одной женщины никогда, никогда, никакого знакомства, и только мечтаю каждый день, что наконец-то когда-нибудь я встречу кого-нибудь, ах, если бы вы знали, сколько раз я был влюблен таким вот образом, но как же, в кого же, да ни в кого, в идеал, в ту, которая приснится во сне, я создаю в мечтах целые романы, о, вы меня не знаете, правда, нельзя же без того, я встречал двух-трех женщин, но какие они женщины, это все-таки хозяйки, что, но я вас насмешу, я расскажу вам, что несколько раз думал заговорить, так запросто, с какой-нибудь аристократкой на улице, разумеется, когда она одна, заговорить, конечно, робко, почтительно, страстно, сказать, что погибаю один, чтобы она не отгоняла меня, что нет средства узнать хоть какую-нибудь женщину, внушить ей, что даже в обязанностях женщины не отвергнуть робкой мольбы такого несчастного человека, как я, что, наконец, и все, чего я требую, состоит в том только, чтоб сказать мне какие-нибудь два слова, братские, с участием, не отогнать меня с первого шага, поверить мне на слово, выслушать, что я буду говорить, посмеяться надо мной, если угодно, обнадежить меня, сказать мне два слова, только два слова, потом пусть хоть мы с ней никогда не встречаемся, но вы смеетесь, впрочем, я для того и говорю, не досадуйте, я смеюсь тому, что вы сами себе враг, и если бы вы попробовали, то вам бы и удалось, может быть, хоть бы и на улице дело было, чем проще, тем лучше, ни одна добрая женщина, если только она не глупа или особо не сердита на что-нибудь в ту минуту, не решилась бы отослать вас без этих двух слов, которых вы так робко вымаливаете, впрочем, что я, конечно, приняла бы вас за сумасшедшего, я ведь судила по себе, сама-то я много знаю, как люди на свете живут, «О, благодарю вас», закричал я, «вы не знаете, что вы для меня теперь сделали». «Хорошо, хорошо, но скажите мне, почему вы узнали, что я такая женщина с которой, ну, которую вы считали достойной?» «Внимание и дружбы», одним словом, «не хозяйка», как вы называете, «почему вы решились подойти ко мне?» «Почему, почему?» «Но вы были одни, тот господин был слишком смел, теперь ночь, согласитесь сами, что это обязанность». «Нет, нет, еще прежде, там, на той стороне, ведь вы хотели же подойти ко мне, там, на той стороне, ой, но я право не знаю, как отвечать, я боюсь, знаете ли, я сегодня был счастлив, я шел, пел, я был за городом, со мной еще никогда не бывало таких счастливых минут, вы, мне, может быть, показалось, ну, простите меня, если я напомню, мне показалось, что вы плакали, и я, я не мог слышать это, у меня стеснилось сердце, о, боже мой, ну да, неужели же я не мог потасковать об вас, неужели же был грех почувствовать к вам братское сострадание, извините, я сказал сострадание, ну, да, одним словом, неужели я мог вас обидеть тем, что невольно вздумалось мне к вам подойти, оставьте, довольно, не говорите, сказала девушка, потупившись и сжав мою руку, я сама виновата, что заговорила об этом, но я рада, что не ошиблась вас, но вот уже я дома, мне нужно сюда, в переулок, тут два шага, прощайте, благодарю вас, так неужели же, неужели мы больше никогда не увидимся, неужели это так и останется, видите ли, сказала смеясь девушка, вы хотели сначала только двух слов, а теперь, но, впрочем, я вам ничего не скажу, может быть, встретимся, я приду сюда завтра, сказал я, о, простите мне, я уже требую, да, вы нетерпеливы, вы почти требуете, послушайте, послушайте, прервал я ее, простите, если я вам скажу опять что-нибудь такое, но вот что, я не могу не прийти сюда завтра, я мечтатель, у меня так мало действительной жизни, что я такие минуты, как эту, как теперь, считаю так редко, что не могу не повторять этих минут в мечтаниях, я промечтаю об вас целую ночь, целую неделю, весь год, я непременно приду сюда завтра, именно сюда, на это же место, именно в этот час, и буду счастлив, припоминаю вчерашнее, уж это место мне мило, у меня уже есть такие два-три места в Петербурге, я даже один раз заплакал от воспоминания, как вы, почем знать, может быть, и вы, тому назад десять минут, плакали от воспоминания, но простите меня, я опять забылся, вы, может быть, когда-нибудь были здесь особо счастливы, хорошо, сказала девушка, я, пожалуй, приду сюда завтра, тоже в десять часов, вижу, что я уже не могу вам запретить, вот в чем дело, мне нужно быть здесь, не подумайте, чтобы я вам назначила свидание, я предупреждаю вас, мне нужно быть здесь для себя, ну вот, ну, уж я вам прямо скажу, это будет ничего, если и вы придете, во-первых, могут быть опять неприятности, как сегодня, но это в сторону, одним словом, мне просто хотелось бы вас видеть, чтобы сказать вам два слова, «только видите ли, вы не осудите меня теперь, не подумайте, что я так легко назначаю свидание, я бы и назначила, если б, но пусть это будет моя тайна, только вперед уговор, уговор, говорите, скажите, скажите все заранее, я на все согласен, на все готов, вскричал я в восторге, я отвечаю за себя, буду послушен, почтителен, вы меня знаете, именно от того, что знаю вас и приглашаю вас завтра», сказала смеясь девушка, «я вас совершенно знаю, но смотрите, приходите с условием, во-первых, только будьте добры, исполните, что я попрошу, видите ли, я говорю откровенно, не влюбляйтесь в меня, это нельзя, уверяю вас, на дружбу я готова, вот вам рука моя, а влюбиться нельзя, прошу вас», «клянусь вам», закричал я, схватив ее ручку, «полноте, не клянитесь, я ведь знаю, вы способны, способны вспыхнуть, как порох, не осуждайте меня, если я так говорю, если б вы знали, у меня тоже никого нет, с кем бы мне можно было слово сказать, у кого бы совета спросить, конечно, не на улице же искать советников, да вы исключение, я вас так знаю, как будто мы уже 20 лет были друзьями, не правда ли, вы не измените, увидите, только я не знаю, как уж я доживу хоть сутки, спите покрепче, доброй ночи, и помните, что и я вам уже верилась, но вы так хорошо воскликнули, неудача, неужели же давать отчет, в каждом чувстве, даже в братском сочувствии, знаете ли вы, что было так хорошо сказано, что у меня-то сейчас же мелькнула мысль, довериться вам, ради бога, но в чем, в чем, что, до завтра, пусть это покамец будет тайной, тем лучше для вас, хоть издали будет на роман похоже, может быть, я вам завтра скажу, а может быть, нет, я еще с вами наперед поговорю, мы познакомимся лучше, о, да, я вам завтра же все расскажу, про себя, но что это, точно чудо со мной совершается, где я, боже мой, ну, скажите, неужели вы недовольны тем, что не рассердились, как бы сделала другая, не отогнали меня в самом начале, две минуты, и вы сделали меня навсегда счастливым, да, счастливым, почем знать, может быть, вы меня с собой помирили, разрешили мои сомнения, может быть, на меня находят такие минуту, ну, да я вам завтра все расскажу, вы все узнаете, все, хорошо, принимаю, вы начнете, согласен, до свидания, до свидания, и мы расстались, я ходил всю ночь, я не мог решиться, воротиться домой, я был так счастлив, до завтра, ну, вот и дожили, сказала она мне, смеясь, и пожимая мне обе руки, я здесь уже два часа, вы не знаете, что было со мной целый день, знаю, знаю, но к делу, знаете, зачем я пришла, ведь не вздор болтать, как вчера, вот что, нам нужно вперед умнее поступать, я обо всем этом вчера долго думала, в чем же, в чем быть умнее, с моей стороны я готов, но, право, в жизни не случалось со мной ничего умнее, как теперь, в самом деле, во-первых, прошу вас, не жмите так моих рук, во-вторых, объявляю вам, что я об вас сегодня долго раздумывала, ну, и чем же кончилось, чем кончилось, кончилось тем, что нужно все снова начать, потому что в заключении всего, я решила сегодня, что вы еще мне совсем неизвестны, что я вчера поступила, как ребенок, как девочка, и, разумеется, вышло так, что всему виновата, мое доброе сердце, то есть я похвалила себя, как и всегда кончается, когда мы начнем свое разбирать, и потому, чтобы поправить ошибку, я решила разузнать об вас самым подробнейшим образом, но так как разузнать о вас не у кого, то вы и должны мне сами все рассказать, всю подноготную, ну, что вы за человек, поскорее начинайте же, рассказывайте свою историю, историю закричала, закричал я испугавшись, историю, но кто вам сказал, что у меня есть моя история, у меня нет истории, так как же вы жили, коль нет истории, перебила насмеясь, совершенно без всяких историй, так жил, как у нас говорится, сам по себе, то есть один совершенно, один, один вполне, понимаете, что такое один, да как, один, то есть вы никогда, никого не видели, о нет, видеть то вижу, я все-таки один, а все-таки, что же, вы разве не говорите ни с кем, в строгом смысле ни с кем, да кто же такой, объяснитесь, постойте, я догадываюсь, у вас верно, есть бабушка, как и у меня, она слепая, и вот уже целую жизнь, меня никуда не пускает, так что я почти разучилась, совсем говорить, а когда я нашалила тому назад, года два, так она видит, что меня не удержишь, взяла, призвала меня, да и пришпилила булавкой, мое платье к своему, и так мы с тех пор и сидим, по целым дням, она чулок вяжет, хоть и слепая, а я подлиннее сиди, шею или книжку, слух ей читай, такой странный обычай, что вот уже два года, пришпиленная, ах, боже мой, какое несчастье, да нет же, у меня нет такой бабушки, а коль нет, так как это вы, можете дома сидеть, послушайте, вы хотите знать, кто я таков, ну да, да, в строгом смысле слова, в самом строгом смысле слова, извольте, я тип, 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 какой тип, закричала девушка, захохотав так, как будто ей целый год не удавалось смеяться, да с вами привесело, смотрите, вот здесь есть камеечка, сядем, здесь никто не ходит, нас никто не услышит, и начинайте же вашу историю, потому что уж вы меня не уверите, у вас есть история, а вы только скрываетесь, во-первых, что это такое, тип, тип, тип это оригинал, это такой смешной человек, отвечал я, сам расхохотавшись, вслед за ее детским смехом, это такой характер, слушайте, знаете вы, что такое мечтатель, мечтатель, позвольте, да как не знать, я сама мечтатель, иной раз сидишь подле бабушки, и чего-то в голову не идет-то, ну вот и начнешь мечтать, да так раздумаешься, ну, просто за китайского принца выхожу, а ведь это в другой раз и хорошо мечтать, нет, впрочем, Бог знает, особенно если есть и без этого, о чем думать, прибавила девушка, на этот раз довольно серьезно, превосходно, уж коли раз вы выходите из-за китайского Багдыхана, так стало быть, совершенно поймете меня, ну, слушайте, но позвольте, ведь я еще не знаю, как вас зовут, наконец-то, вот рано вспомнили, ах, боже мой, да, мне и на ум не пришло, мне было и так хорошо, меня зовут Настенька, Настенька, и только, только, да неужели вам мало, ненасытно вы этаке, мало ли, много, много, напротив, очень много, Настенька, добренькая вы девушка, коли с первого раза, вы для меня стали Настенькой, то-то же, ну, ну, ну вот, Настенька, слушайте-ка, какая тут выходит смешная история, я выселся подлинию, принял пинданский серьезную позу, и начал словно по писанному, есть, Настенька, если вы того не знаете, есть в Петербурге довольно странные уголки, в эти места, как будто не заглядывает, то же солнце, которое светит для всех петербургских людей, а заглядывает какое-то другое, новое, как будто нарочно заказанное для этих углов, и светит на все иным особым светом, в этих углах, милая Настенька, выживается, как будто совсем другая жизнь, не похожая на ту, которая возле нас кипит, а такая, которая может быть в тридесятом неведомом царстве, а не у нас, в наше серьезное, пресерьезное время. Вот это-то и жизнь, и есть смесь, чего-то чисто фантастического, горячее идеального, и вместе с тем, увы, Настенька, тускло-прозаического, и обыкновенного, чтобы не сказать, до невероятности пошлого. Фу! Господи, Боже мой, какое предисловие! Что же это я такое слышу? Услышите вы, Настенька, мне кажется, я никогда не стану называть вас Настенькой. Услышите вы, что в этих углах проживают странные люди, мечтатели. Мечтатель, если нужно, его подробное определение, не человек, а, знаете, какое-то существо среднего рода. Селится он большую частью где-нибудь в неприступном углу, как будто таится в нем даже от дневного света, и уж если заберется к себе, то так и прирастет к своему углу, как улитка, или, по крайней мере, он очень похож в этом отношении на то занимательное животное, которое и животное, и дом вместе, которое называется черепахой. Как вы думаете, отчего он так любит свои четыре стены? Выкрашены непременно зеленую краску, накоптелые, унылые и непозволительно обкуренные. Зачем этот смешной господин, когда его приходит навестить кто-нибудь из его редких знакомых, окончает он тем, что знакомые у него все переводятся, зачем этот смешной человек встречает его, так сконфузившись, так изменившись в лице и в таком замешательстве, как будто он только что сделал в своих четырех стенах преступления, как будто он фабриковал фальшивые бумажки или какие-нибудь стишки для отсылки в журнал при анонимном письме, в котором обозначается, что настоящий поэт уже умер и что друг его считает священным долгом опубликовать его вирши. Отчего, скажите мне, Настенька, разговор так не вяжется у этих двух собеседников? Отчего ни смех, ни какое-нибудь бойкое словцо не слетает с языка внезапно вошедшего и озадаченного приятеля, который в другом случае очень любит и смех, и бойкое словцо, и разговоры о прекрасном поле, и другие веселые темы? Отчего же, наконец, этот приятель, вероятно, недавний знакомый и при первом визите, потому что второго в таком случае уже не будет и приятель другой раз не придет, отчего сам приятель так конфузится, так костенеет при всем своем остроумии, если только оно есть у него, глядя на опрокинутое лицо хозяина, который, в свою очередь, уже совсем успел потеряться и сбиться с последнего толка после исполинских, но тщетных усилий разгладить и улестить разговор, показать из своей стороны знания светкости, тоже заговорить о прекрасном поле или и хоть такую покорность понравиться бедному, не туда попавшему человеку, который ошибкою пришел к нему в гости, отчего, наконец, гость вдруг хватается за шляпу и быстро уходит, внезапно вспомнив о главном деле, которого никогда не бывало, и кое-как высвобождают свою руку из жарких пожатий хозяина, всячески старающегося его показать свое раскаяние и поправить потерянное, отчего уходящий приятель хохочет, выйдя за дверь, тут же дает самому себе слово никогда не приходить к этому чудаку, хотя этот чудак в сущности и отличный малый, и в то же время никак не может отказать своему воображению в маленькой прихоти, сравнить хоть отдаленным образом физиономию своего недавнего собеседника во все времена свидания с видом того несчастного котеночка, которого измяли, застращали и всячески обидели дети, вероломно захватив его в плен, сконфузили в прах, который забился наконец от них под стул в темноту и там целый час на досуге вынужден был ощетиниваться, отфыркиваться и мыть свое обиженное рыльце обеими лапами и долго еще после того враждебно взирать на природу и жизнь и даже на подачку господского обеда, припасенную для него сострадательную ключницей. Послушайте, перебила Настенька, которая все время слушала меня в удивлении, открыв глаза и ротик. Послушайте, я совершенно не знаю, отчего все это произошло и почему именно вы мне предлагаете такие смешные вопросы, но что я знаю, наверное, так то, что все эти приключения случились непременно с вами. От слова до слова. Без сомнения, отвечал я самую серьезную миною. Ну, коли без сомнения, так продолжайте, ответила Настенька, потому что мне очень хочется знать, чем это кончится. Вы хотите знать, Настенька, что такое делал в своем углу наш герой или лучше сказать я, потому что герой всего дела я, своей собственной скромной особой? Вы хотите знать, отчего я так переполошился и потерялся на целый день от неожиданного визита приятеля? Вы хотите знать, отчего я так спорхнулся, так покраснел, когда отворили дверь в мою комнату, почему я не умел принять гостя и так постыдно погиб под тяжестью собственного гостеприимства? Ну да, да, отвечала Настенька, в этом и дело, послушайте, вы прекрасно рассказываете, но нельзя ли рассказать как-нибудь не так прекрасно, а то вы говорите, точно книгу читаете. Настенька, отвечал я важным и строгим голосом, едва удерживаясь от смеха, милая Настенька, я знаю, что я рассказываю прекрасно, но виноват, иначе я рассказывать не умею. Теперь, милая Настенька, теперь похож на дух царя Соломона, который был тысячу лет в кубышке, под семью печатями, с которого наконец сняли все эти семь печатей, теперь, милая Настенька, когда мы сошлись опять после такой долгой разлуки, потому что я вас давно уже знал, Настенька, потому что я уже давно кого-то искал, а это знак, что я искал именно вас, и что нам было суждено теперь свидеться, теперь в моей голове открылись тысячи клапанов, и я должен пролиться рекою слов, не то я задохнусь, и так прошу не перебивать меня, Настенька, а слушать покорно и послушно, иначе я замолчу, не, 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 никак, говорите, теперь я не скажу ни слова, продолжаю, есть друг мой Настенька, в моем дне один час, который я чрезвычайно люблю, это тот самый час, когда кончаются почти всякие дела, должности, обязательства, и все спешат по домам пообедать, прилечь, отдохнуть, и тут же в дороге изобретают и другие веселые темы, касающиеся вечера, ночи и всего остающегося свободного времени, в этот час и наш герой, потому уж позвольте мне Настенька рассказывать в третьем лице, за тем, что в первом лице, все это ужасно стыдно рассказывать, и так, в этот час и наш герой, который тоже был не без дела, шагает за прочими, но странное чувство удовольствия играет на его бледном, как будто несколько измятом лице, неравнодушно смотрит он на вечернюю зарю, которая медленно гаснет на холодном петербургском небе, когда я говорю смотрит, так я лгу, он не смотрит, но созерцает как-то безотчетно, как будто усталый или занятой в то же время каким-нибудь другим, более интересным предметом, так что разве только мельком, чтобы невольно может уделить время на все окружающее, он доволен, потому что покончил до завтра с досадными для него делами и рад, как школьник, которого выпустили с классной скамьи к любимым играм и шалостям, посмотрите на него сбоку, Настенька, в этот час увидите, что радостное чувство уже счастливо подействовало на его слабые нервы и болезненно раздраженную фантазию, вот он о чем-то задумался, вы думаете об обеде, о сегодняшнем вечере, на что он так смотрит, на этого ли господина солидной наружности, который так картинно поклонился даме, прокатившейся мимо него на конях в блестящей карете, нет, Настенька, что ему теперь до всей этой мелочи, он теперь уже богат своей особенной жизнью, он как-то вдруг стал богатым, и прощальный луч потухающего солнца, ненапрасно так весело сверкнул перед ним и вызвал из согретого сердца целый рой впечатлений, теперь он едва замечает ту дорогу, на которой прежде самая мелкая мелочь могла поразить его, теперь богиня фантазия, если вы читали Жуковского, милая Настенька, уже заткала прихотливой рукою свою золотую основу и пошла развивать перед ним узоры небывалой причудливой жизни, и кто знает, может, перенесла его прихотливой рукой на седьмое хрустальное небо с превосходного гранитного тротуара, по которому он идет во своясе, попробуйте остановить его теперь, спросите его вдруг, где он теперь стоит, по каким улицам шел, он, наверное, бы ничего не припомнил, ни того, где ходил, ни того, где стоял теперь, и, покраснев с досады, непременно солгал бы что-нибудь для спасения приличием, вот почему он так вздрогнул, чуть не закричал с испугом, огляделся кругом, когда одна очень почтенная старушка учтиво остановила его посреди тротуара и стала расспрашивать его о дороге, которую она потеряла, нахмуря с досады шагает он дальше, едва замечая, что ни один прохожий улыбнулся на него глядя и обратился ему вслед и что какая-нибудь маленькая девочка боязливо уступившая ему дорогу громко засмеялась, посмотрев во все глаза на его широкую созерцательную улыбку и жесты руками, но вся та же фантазия подхватила на своем игривом полете и старушку и любопытных прохожих и смеющуюся девочку и мужичков, которые тут же вечеряют на своих барках, запруднивших фонтанку, положим, в это время по ней проходил наш герой, заткала шаловливо всех и все в свою канву, как мух паутину, и с новым приобретением чудак уже вошел к себе в отрадную норку, уже сел за обед, уже давно отобедал и очнулся только тогда, когда задумчивая и вечно печальная Матрена, которая ему прислуживает, уже все прибрала со стола и подала ему трубку, очнулся и с удивлением вспомнил, что он уже совсем пообедал, решительно поглядев, как это сделалось, в комнате потемнело, на душе его пусто и грустно, целое царство мечтаний рушилось вокруг него, рушилось без следа, без шума и треска, пронеслось как сновидение, а он и сам не помнит, что ему грезилось, но какое-то темное ощущение, от которого слегка заныло и волнуется грудь его, какое-то новое желание соблазнительно щекочет и раздражает его фантазию и незаметно взывает целый рой новых призраков. В маленькой комнате царствует тишина, уединение и лень нежит воображение, оно воспламеняется слегка, слегка закипает, как вода в кофейнике старой матрены, которая безмятежно возится рядом, в кухне, стряпая свой кухарочный кофе, вот оно уже слегка прорывается вспышками, вот уже и книга, взятая без цели на удачу, выпадает из рук моего мечтателя, не дошедшего и до третьей страницы, воображение его снова настроено, возбуждено и вдруг опять новый мир, новая, очаровательная жизнь, блеснула перед ним в блестящей своей перспективе, новый сон, новое счастье, новый прием утонченного сладострастного яда, ай, о, что ему в нашей действительной жизни, на его подкупленный взгляд, мы с вами, Настенька, живем так лениво, медленно, вяло, на его взгляд, мы все так недовольны нашей судьбою, так томиться нашою жизнью, томимся, да и вправду, смотрите, в самом деле, как на первый взгляд, все между нами холодно, угрюмо, точно сердито, бедное, думает мой мечтатель, да и не диво, думает, посмотрите на эти волшебные призраки, которые так очаровательно, так прихотливо, так безбрежно и широко слагаются перед ним в такой волшебной, одушевленной картине, где на первом плане, первым лицом уж, конечно, он сам, наш мечтатель, своею дорогою особою. Посмотрите, какие разнообразные приключения, какой бесконечный рой восторженных грез, вы спросите, может быть, о чем он мечтает? к чему это спрашивать? Да обо всем, об роли поэта сначала непризнанного, а потом увенчанного, о дружбе с Гоффманом, варфоломеевская ночь, Диана Вернон, геройская роль при взятии Казани Иваном Васильевичем, Клара Маврайн, собор прилатов, гус перед ними, восстание мертвецов в Роберте, помните музыку? Кладбищем пахнет, да, Клеопатра, нет, Настенька, что ему, что ему, сладострастному ленивцу в той жизни, в которую нам так хочется с вами, он думает, что это бедная, жалкая жизнь, не предугадывая, что и для него может быть когда-нибудь пробьет грустный час, когда он за один день этой жалкой жизни отдаст все свои фантастические годы и еще не за радость, не за счастье отдаст, а выбирать не захочет в тот час грусти, раскаяния, невообразимого горя. Но пока еще не настало оно, это грозное время, он ничего не желает, потому что он выше желаний, потому что с ним все, потому что он присыщен, потому что он сам художник своей жизни и творит ее себе каждый час по новому произволу. И ведь так легко, так натурально создается этот сказочный фантастический мир, как будто и впрямь все это не призрак, право, верить готов в иную минуту, что вся эта жизнь не возбуждение и чувство, не мираж, не обман воображения, а что это и впрямь действительно настоящее, сущее. Отчего скажите, Настенька, отчего же в такие минуты стесняется дух, отчего же таким волшебством по какому-то неведомому произволу ускоряется пульс, брызжут слезы из глаз мечтателя, горят его бледные увлажненные щеки, и такой неотразимой отрадой наполняется все существование его, отчего же целые бессонные ночи проходят как один миг в неистощимом веселье и счастье, и когда заря блеснет розовым лучом в окна и рассвет осветит угрюмую комнату своим сомнительным фантастическим светом, как у нас в Петербурге наш мечтатель утомленный, измученный, бросается на постель и засыпает в замираниях от восторга своего болезненно потрясенного духа и с такой утомительно сладкою болью в сердце. Да, Настенька, обманешься и невольно в чуже поверишь, обязательно поверишь, что страсть настоящая, истинно волнует душу его, невольно поверишь, что есть живое, осязаемое в его бесплотных грезах. И ведь какой обман. Вот, например, любовь сошла в его грудь, со всею неистащимой радостью, со всеми томительными мучениями. Только взгляните на него и убедитесь, верите ли вы, на него глядя, милая Настенька, что действительно он никогда не знал той, которую он так любил в своем иступленном мечтании. Неужели он только и видел ее в одних обольстительных призраках, и только лишь снилась ему эта страсть? Неужели и в самом деле и впрямь не прошли они рука в руку столько годов своей жизни, одни вдвоем, отбросив весь мир и соединив каждый свой мир свою жизнь жизнью друга? Неужели не она в поздний час, когда настала разлука, не она лежала рыдая и тоскуя на груди его, не слыша буря, разыгравшейся под суровым небом, не слыша ветра, который срывал и носил слезы с черных ресниц ее? Неужели все это было мечта? И этот сад, унылый, заброшенный и дикий, с дорожками, с заросшими мхом, уединенный, угрюмый, где они так часто ходили вдвоем, надеялись, тосковали, любили, любили друг друга так долго, так долго и нежно. И этот странный прадедовский дом, в котором жила настолько времени уединенно и грустно со старым угрюмым мужем, вечно молчаливым и желчным, пугавшим их робких, как детей, уныло и боязливо таивших друг от друга любовь свою, как они мучились, как боялись они, как невинно чиста была их любовь, и как, уж разумеется, Настенька, злы были люди, и, боже мой, неужели на ее, не ее встретил он потом, далеко от берегов своей родины, под чужим небом, полуденным, жарким, в дивной вечном городе, в блеске бала, при громе музыки, в палаце, непременно в палаце, потонувшем в море огней на этом балконе, увитом миртом и розами, где она, узнав его, так поспешно сняла свою маску и, прошептав «Я свободно», задрожав, бросилась в объятия и, скрикнув от восторга, прижавшись друг к другу, они в один миг забыли и горе, и разлуку, и все мучения, и угрюмый дом, и старика, и мрачный сад в далекой родине, и скамейку, на которой с последним страстным поцелуем она вырвалась из занемевших в отчаянной муке объятий его. О, согласитесь, Настенька, что спорхнешься, смутишься, покраснеешь, как школьник, только что запихавший в карман украденное из соседнего сада яблоко, когда какой-нибудь длинный, здоровый парень, весельчак и балагур, ваш незваный приятель отворотит вашу дверь и крикнет, как будто ничего не бывало, а я, брат, сию минуту из Павловска, боже мой, старый граф умер, настает счастье, тут люди приезжают из Павловска, я патетически замолчал, кончив мои возгласы, помню, что мне ужасно хотелось как-нибудь через силу захохотать, потому что я уже чувствовал, что во мне зашевелился какой-то враждебный бесенок, что мне уже начинало захватывать горло, поддергивать подбородок и что все более и более влажнели глаза мои. Я ожидал, что Настенька, которая слушала меня, открыв свои умные глазки, захохочет всем своим детским неудержимо веселым смехом и уже раскаивался, что зашел далеко, что напрасно рассказал то, что уже давно накипело в моем сердце, о чем я мог говорить как по-писанному, потому что уже давным-давно приготовил я над самим собой приговор и теперь не удержался, чтобы не прочесть его, признаться, не ожидая, что меня поймут. Но к удивлению моему она промолчала, погодя немного, слегка пожала мне руку и с каким-то робким участием спросила, неужели в самом деле вы так прожили всю свою жизнь? Всю жизнь, Настенька, отвечал я, всю жизнь и, кажется, так и окончу. Нет, этого нельзя, сказала она беспокойно, этого не будет, и так, пожалуй, и я проживу всю жизнь подле бабушки. Послушайте, знаете ли, что это вовсе не хорошо так жить? Знаю, Настенька, знаю, скричал я, не удерживая боли своего чувства, и теперь знаю больше, чем когда-нибудь, что я даром потерял все свои лучшие годы. Теперь это я знаю и чувствую больнее от такого сознания, потому что сам Бог послал мне вас, моего доброго ангела, чтоб сказать мне это и доказать. Теперь, когда я сижу подле вас и говорю с вами, мне уж и страшно подумать о будущем, потому что в будущем опять одиночество, опять это затхлая ненужная жизнь, и о чем мечтать будет мне, когда я уже наяву подле вас был так счастлив. О, будьте благосклонны, благословенны, вы, милая девушка, за то, что не отвергли меня с первого раза, за то, что я могу сказать, что я жил хоть в два вечера в моей жизни. Ох, нет, нет, закричала Настенька, и слезинки заблистали на ее глазах. Нет, так не будет больше, мы так не расстанемся. Что такое два вечера? Ох, Настенька, Настенька, знаете ли, как надолго вы помирили меня с самим собою? Знаете ли, что уже я теперь не буду о себе думать так худо? как думал в иные минуты? Знаете ли, что уже я, может быть, не буду более тосковать о том, что сделал преступление и грех в моей жизни? Потому что такая жизнь есть преступление и грех. И не думайте, чтобы я вам преувеличивал что-нибудь. Ради Бога, не думайте этого, Настенька, потому что на меня иногда находят минуты такой тоски, такой тоски, потому что мне уже начинает казаться в эти минуты, что я никогда не способен начать жить настоящую жизнью, потому что мне уже казалось, что я потерял всякий такт, всякое чутье в настоящем, действительном, потому что, наконец, я проклинал сам себя, потому что после моих фантастических ночей на меня уже находят минуты отрезвления, которые ужасны. между тем слышишь, как кругом тебя гремит и кружится в жизненном вихре людская толпа, слышишь, видишь, как живут люди, живут наяву, видишь, что жизнь для них не заказана, что их жизнь не разлетится, как сон, как видение, что их жизнь вечно обновляющаяся, вечно юная, и ни один час ее не похож на другой, тогда как унылое до пошлости однообразно пугливая фантазия раба тени, идеи, раба первого облака, который внезапно застелет солнце и сожмет тоскою настоящее петербургское сердце, которое так дорожит своим солнцем. А уж в тоске какая фантазия? Чувствуешь, что она наконец устает, истощается в вечном напряжении, устает. Это неистощимая фантазия, потому что ведь мужаешь, выживаешь из прежних своих идеалов, они разбиваются в пыль, в обломки. Если же нет другой жизни, так приходится строить ее из этих же самых обломков, а между тем чего-то другого просит и хочет душа. И напрасно мечтатель роется, как в золе, в своих старых мечтаниях, ища в этой золе хоть какой-нибудь искорки, чтобы раздуть ее возобновленным огнем, пригреть похолодевшее сердце, воскресить в нем снова все, что было прежде так мило, что трогало душу, что кипятило кровь, что вырывало слезы из глаз и так роскошно обманывало. Знаете ли, Настенька, до чего я дошел? Знаете ли, что я уже вынужден справлять годовщины своих ощущений, годовщину того, что было прежде так мило, чего в сущности никогда не бывало, потому что эта годовщина справляется все по тем же глупым, бесплотным мечтанием и делать это, потому что и этих-то глупых мечтаний нет, за тем, что нечем их выжить, ведь и мечты выживаются. Знаете ли, что я люблю теперь припомнить и посетить в известный срок те места, где был счастлив когда-то по-своему, люблю построить свое настоящее подлад уже безвозвратно прошедшему и часто брожу как тень, без нужды и без цели, уныло и грустно по петербургским закоулкам улицам, какие все воспоминания, припоминается, например, что вот здесь ровно год тому назад, ровно в это же самое время, в этот же час по этому же татуару бродил так же одиноко, так же уныло, как и теперь, и припоминаешь, что и тогда мечты были грустны, и хоть и прежде было не лучше, но все-таки чувствуешь, что как будто и легче, покоя не было жить, что не было этой черной думы, которая теперь привязалась ко мне, что не было этих угрызений совести, угрызений мрачных, угрюмых, которые ни днем, ни ночью теперь не дают покоя. И спрашиваешь себя, где же мечты твои? И покачиваешь головою, говоришь, как быстро летят годы, и опять спрашивая себя, что же ты сделал своими годами, куда ты схоронил свое лучшее время, ты жил или нет? Смотри, говоришь себе, смотри, как на свете становится холодно, еще пройдут годы, и за ними придет угрюмое одиночество, придет с клюкой трясущаяся старость, а за ними тоска и уныние, побледнеет твой фантастический мир, замрут, увянут мечты твои и осыплются, как желтые листья с деревьев. О, Настенька! Ведь грустно будет оставаться одному, одному совершенно и даже не иметь чего пожалеть. Ничего, ровно ничего, потому что все, что потерял, все это, все было ничто, глупый круглый нуль, было одно лишь мечтание. Ну, не разжаловливать меня больше, не надо разжаловливать, проговорила Настенька, утирая слезинку, которая выкатилась из ее глаз. Теперь кончено, теперь мы будем вдвоем, теперь, что ни случись со мной, уж мы никогда не расстанемся. Послушайте, я простая девушка, я мало училась, хотя мне бабушка и на нем мало учителя, но право, я вас понимаю, потому что все, что вы мне пересказали теперь, я уже сама прожила, когда бабушка меня пришпилила к платью. Конечно, я бы так не рассказала хорошо, как вы рассказали, я не училась, робко прибавила она, потому что все еще чувствовала какое-то уважение к моей патетической речи и к моему высокому слогу, но я очень рада, что вы совершенно открылись мне, теперь я вас знаю, совсем всего знаю, и знаете что, я вам хочу рассказать и свою историю, всю без утайки, а вы мне после зато дадите совет, вы очень умный человек, и обещаетесь ли вы, что вы дадите мне этот совет? Ах, Настенька, отвечал я, я хоть и никогда не был советником, и тем более умным советником, но теперь вижу, что если мы всегда будем так жить, то это будет какое-то очень умно, и каждый друг другу надает премного умных советов, ну, хорошенькая моя Настенька, какой же вам совет, говорите мне прямо, я теперь так весел, счастлив, смел и умен, что за словом не полезу в карман, нет, нет, перебила Настенька, засмеявшись, мне нужен не один умный совет, мне нужен совет сердечный, братский, так как бы вы уже век свой любили меня, идет Настенька, идет, закричал я в восторге, и если бы я уже двадцать лет вас любил, то все-таки не любил бы сильнее теперешнего, руку вашу, сказала Настенька, вот она, отвечал я, подавая ей руку, итак, начнемте, мою историю, история Настеньки, половину истории вы уже знаете, то есть вы знаете, что у меня есть старая бабушка, если, если другая половина так же недолга, как и эта, перебил было я, засмеявшись, молчите и слушайте, прежде всего уговор, не перебивать меня, а не то я, пожалуй, собьюсь, но слушайте, смирно, есть у меня старая бабушка, я к ней попала еще очень маленькой девочкой, потому что у меня умерли и мать, и отец, надо думать, что бабушка была прежде богаче, потому что и теперь вспоминает о лучших днях, она же меня выучила по-французски и потом наняла мне учителя, когда мне было пятнадцать, а теперь мне семнадцать, учиться мы кончили, вот в это время я и нашалила уж, что я сделала, я вам не скажу, довольно того, что проступок был небольшой, только бабушка подозвала меня к себе в одно утро и сказала, что так как она слепа, то за мной не усмотрит, взяла булавку и пришпилила мое платье к своему, да тут и сказала, что так мы будем всю жизнь сидеть, если разумеется, я и не сделаю лучше, одним словом, в первое время отойти никак нельзя было, и работай, и читай, и учись, все подле бабушки, я было попробовала схитрить один раз и уговорила сесть на мое место Феклу, Фекла наша работница, она глуха, Фекла села вместо меня, бабушка в это время заснула в креслах, а я отправилась недалеко к подруге, ну, худо и кончилось, бабушка без меня проснулась и о чем-то спросила, думая, что я все еще сижу смирно на месте, Фекла-то видит, что бабушка спрашивает, а сама не слышит, про что, думала, думала, что я делать, отстегнула булавку, да и пустилась бежать, тут Настенька остановилась и начала хохотать, я засмеялся вместе с нею, она, то ча же, перестала, послушайте, вы не смеетесь над бабушкой, это я смеюсь от того, что смешно, что же делать, когда бабушка, право, такая, а только я ее все-таки немножко люблю, ну, да тогда и досталось мне, то ча с меня опять посадили на место и уж ни-ни, шевельнуться было нельзя, ну-с, я вам еще позабыла сказать, что у нас, то есть у бабушки свой дом, то есть маленький домик, всего три окна, совсем деревянные и такой же старый, как бабушка, а наверху мезонин, вот и переехал к нам в мезонин новый жилец, стало быть, был и старый жилец, заметил я мимоходом, уж конечно был, отвечала Настенька, и который умел молчать лучше вас, правда, уж он едва языком ворочал, это был старичок, сухой, немой, слепой, хромой, так что, наконец, ему стало нельзя жить на свете, он и умер, а затем и понадобился новый жилец, потому что нам без жилеца жить нельзя, это с бабушкиным пенсионом почти весь наш доход, новый жилец, как нарочно был молодой человек, нездешний, заезжий, так как он не торговался, то бабушка и пустила его, а потом и спрашивает, что, Настенька, наш жилец молодой или нет, я солгать не хотела, так, говорю бабушка, не то, чтобы совсем молодой, а так, не старик, ну и приятные наружности, спрашивает бабушка, я опять лгать не могу, да, приятные, говорю наружности бабушка, а бабушка говорит, ах, наказание, наказание, я эта внучка, тебе для того, чтоб ты на него не засматривалась, эко и век какой, поди, такой мелкий жилец, а ведь тоже приятные наружности, не то в старину, а бабушке все бы в старину, и моложе она была в старину, и солнце было в старину теплее, и сливки в старину, не так скоро кисли, все в старину, вот я сижу и молчу, а про себя думаю, что же эта бабушка, сама меня надоумливает, спрашивает, хорош ли, молод ли жилец, да только так, только подумала, и тут же стала опять петли считать, чулок вязать, а потом совсем позабыла, вот раз поутру, к нам приходит жилец, спросить о том, что ему комнату обещали обоими оклеить, слово за слово, бабушка же болтала и говорит, сходи, Настенька, ко мне в спальню, принеси счеты, я-то сейчас же вскочила, вся не знаю, отчего, покраснела, да и позабыла, что сижу пришпиленная, нет, чтоб тихонько, отшпилить, чтобы жилец не видел, рванулась так, что бабушкино кресло поехала, как я увидала, что жилец все теперь узнал про меня, покраснела, стала на месте как вкопанная, да вдруг и заплакала, так стыдно и горько стало в эту минуту, что хоть на свет не глядеть, бабушка кричит, что ж ты стоишь, а я еще пуще, жилец как увидел, увидел, что мне его стыдно стало, откланялся и тотчас же ушел, с тех пор я чуть шум в сенях, как мертвая стою, вот думаю, жилец идет, да потихоньку, на всякий случай, и отшпилю булавку, только все был не он, не приходил, прошло две недели, жилец и присылает, сказал свеклы, что у него книг много, французских, и что все хороши книги, так что можно читать, не хочет ли бабушка, чтобы я их почитала, чтобы не было скучно, бабушка согласилась, с благодарностью, только все спрашивала, нравственные книги или нет, потому что, если книги безнравственные, так то, говорит Настенька, читать никак нельзя, ты дурному научишься, а чему ж научусь, бабушка, что там написано, а, говорит, описано в них, как молодые люди соблазняют благонравных девиц, как они под предлогом того, что хотят их взять за себя, увозят их из дома родительского, как потом оставляют этих несчастных девиц на волю судьбы, и они погибают самым плачевным образом, я, говорит бабушка, много таких книжек читала, и все, говорит, так прекрасно описано, что ночь сидишь, тихонько читаешь, так ты, говорит Настенька, смотри, их не прочти, каких это, говорит, он книг прислал, а все, Вальтера, нет, не Вальтера, Вальтера Скотта, романы бабушка, Вальтера Скотта, романы, а, полно, нет ли тут каких-нибудь шашни, посмотри-ка, не положил ли он в них какой-нибудь любовной записочки, а, нет, говорю бабушка, нет записочки, да ты под переплетом посмотри, они иногда в переплет запихают разбойники, нет бабушка, и под переплетом нет ничего, ну, то-то же, вот мы и начали читать Вальтера Скотта, и в какой-нибудь месяц почти половину прошли, потом еще и еще присылал, Пушкина присылал, так что, наконец, я без книг и быть не могла, и перестала думать, как бы выйти за китайского принца, так было дело, когда один раз мне случилось повстречаться с нашим жрецом на лестнице, бабушка зачем-то послала меня, он остановился, я покраснела, и он покраснел, однако засмеялся, поздоровался, о бабушкином здоровье спросил и говорит, что, вы книги прочли? Я ответила, прочла, что же говорит, вам больше понравилось, я ей говорю, Иван Гоя, да, Пушкин больше всех понравилось, на этот раз тема кончилась, через неделю я ему опять попалась на лестнице, в этот раз бабушка не посылала, а мне самой надо было зачем-то, был третий час, а жилец в это время домой приходил, здравствуйте, говорит, я ему, здравствуйте, а что, вам не скучно целый день сидеть вместе с бабушкой, как он это у меня спросил, я уж не знаю, от чего покраснела, застыдилась, и опять мне стало обидно, видно от того, что уж другие про это дело расспрашивать стали, я уж было хотела не отвечать и уйти, да сил не было, послушайте, говорит, вы добрая девушка, извините, что я с вами так говорю, но уверяю вас, я вам лучше бабушке вашей желаю добра, у вас подруг нет никаких, которым бы можно было в гости пойти, я говорю, что никаких, что была одна Машенька, да и та в Сков уехала, послушайте, говорит, хотите со мной в театр поехать, в театр, как же бабушка, да вы, тихонько, от бабушки, нет, говорю, я бабушку обманывать не хочу, прощайтесь, ну прощайте, говорит, а сам ничего не сказал, только после обеда и приходит он к нам, сел, долго говорил с бабушкой, расспрашивал, что она, выезжает ли куда-нибудь, есть ли знакомые, да вдруг и говорит, а сегодня я было ложу взял в оперу, сивильского цирюльника, дают, знакомые ехать хотели, да потом отказались у меня и остался билет на руках, сивильского цирюльника, закричала бабушка, да это тот самый цирюльник, которого в старину давали, да, говорит, это тот самый цирюльник, да и взглянул на меня, а я уж все поняла, покраснела, и у меня сердце от ожидания запрыгала, да как же, говорит бабушка, как не знать, я сама в старину на домашнем театре розину играла, так не хотите ли ехать сегодня, сказал жилец, у меня билет пропадает даром, да, пожалуй, поедем, говорит бабушка, а чего ж не поехать, а вот у меня Настенька в театре никогда не была, боже мой, какая радость, тотчас же мы собрались, нарядились и поехали, бабушка хоть и слепа, а все-таки ей хотелось музыку слушать, да кроме того, она старушка добрая, больше меня потешить хотела, сами-то мы никогда бы не собрались, уж какое было впечатление от севильского цирюльника, я вам не скажу, только во весь этот вечер, жилец наш, так хорошо смотрел на меня, так хорошо говорил, что я тотчас увидала, что он меня хотел испытать поутру, предложив, чтобы я одна с ним поехала, ну радость какая, спать я легла такая горда, такая веселая, так сердце билось, что сделалась маленькая лихорадка, и я всю ночь бредила о севильском цирюльнике, я думала, что после этого он все будет заходить ко мне чаще, не тут-то было, он почти совсем перестал, так, один раз в месяц, бывало, зайдет, и то только с тем, чтобы в театр пригласить, раза два мы опять потом съездили, только уж этим я была совсем недовольна, я видела, что ему просто жалко было меня за то, что я у бабушки в таком загоне, а больше-то и нечего, дальше и дальше, и нашло на меня, и сидеть-то не сижу, и читать-то не читаю, и работать не работаю, иногда смеюсь, и бабушке что-нибудь на зло делаю, другой раз просто плачу, наконец, я похудела, и чуть было не стала больна. Оперный сезон прошел, и жрец к нам совсем перестал заходить. Когда же мы встречались, все на той же лестнице, разумеется, он так молча поклонится, так серьезно, как будто и говорить не хочет, и уж сойдет совсем на крыльцо, а я все еще стою на половине лестницы, красная, как вишня, потому что у меня вся кровь начала бросаться в голову, когда я с ним повстречаюсь. Теперь сейчас и конец. Ровно год тому, в мае месяце, жрец к нам приходит и говорит бабушке, что он выхлопотал здесь совсем свое дело, и что должно ему опять ехать на год в Москву. Я, как услышала, побледнела и упала на стул, как мертвая. Бабушка ничего не заметила, а он объявил, что уезжает от нас, откланялся и пошел. Что мне делать? Я думала, тосковала, тосковала, да наконец решилась, завтра ему уезжать, а я порешила, что все кончу вечером, когда бабушка уйдет спать. Так и случилось. Я навязала в узелок все, что было платьев, сколько нужно белья, и с узелком в руках, ни жива, ни мертва, пошла в мезонин к нашему жильцу. Думаю, я шла целый час по лестнице, когда же я отворила к нему дверь, он так и вскрикнул, на меня глядя. Он думал, что я привидение, и бросился мне воды подать, потому что я едва стояла на ногах. Сердце так билось, что в голове больно было, и разум мой помутился. Когда же я очнулась, то начала прямо тем, что положила свой узелок к нему на постель, сама села подле, закрылась руками и заплакала в три ручья. Он, кажется, мигом все понял, и стоял передо мной бледный, и так грустно глядел на меня, что в моем сердце все надорвалось. Послушайте, начал я, послушайте, Настенька, я ничего не могу, я человек бедный, у меня пока нет ничего, даже места порядочного. Как же мы будем жить, если бы я и женился на вас? Мы долго говорили, но я, наконец, пришла в выступление, сказала, что не могу жить у бабушки, что убегу от нее, что не хочу, чтобы меня булавкой пришпиливали, и что я, как он хочет, поеду с ним в Москву, потому что без него жить не могу, и стыд, и любовь, и гордость. Все разом говорило во мне, и я чуть не в судорогах упала на постель. Я так боялась отказа, он несколько минут сидел молча, потом встал, подошел ко мне и взял меня за руку. Послушайте, моя добрая, моя милая Настенька, начал он тоже сквозь слезы, послушайте, клянусь вам, что если когда-нибудь я буду в состоянии жениться, то непременно вы составите мое счастье. Уверяю, теперь только одни вы можете составить мое счастье. Слушайте, я еду в Москву и пробуду там ровно год. Я надеюсь устроить дела свои, когда ворочусь, и если вы меня не разлюбите, клянусь вам, мы будем счастливы. Теперь же невозможно, я не могу, я не вправе хоть что-нибудь обещать, но, повторяю, если через год это не сделается, то хоть когда-нибудь непременно будет, разумеется, в том случае, если вы не предпочтете мне другого, потому что связывать вас каким-нибудь словом я не могу и не смею. Вот что сказал мне и на завтра уехал. Положено было, сообща бабушке, не говорить об этом, ни слова. Так он захотел. Но вот теперь почти и кончена вся моя история. Прошел ровно год. Он приехал. Он уже здесь целые три дня. И, и, и что же, закричал я в нетерпении услышать конец. И до сих пор не являлся, отвечала Настенька, как будто собираясь силами. Ни слуху, ни духу. Тут она остановилась, помолчала немного, опустила голову и вдруг, закрывшись руками, зарыдала так, что во мне сердце перевернулось от этих рыданий. Я никак не ожидал подобной развязки. Настенька, начал я робким и вкрадчивым голосом. Настенька, ради Бога, не плачьте. Почему вы знаете? Может быть, его еще нет. Здесь, здесь, подхватила Настенька. Он здесь, я это знаю. У нас было условие, тогда еще, в тот вечер, накануне отъезда, когда уже мы сказали все, что я вам пересказала и условились, мы вышли сюда гулять, именно на эту набережную. Было 10 часов. Мы сидели на этой скамейке. Я уже не плакала. Мне было сладко слушать то, что он говорил. Он сказал, что тотчас же по приезде придет к нам. И если я не откажусь от него, то мы скажем обо всем бабушке. Теперь он приехал, я это знаю, его нет. И она снова ударилась в слезы. Боже мой, да разве никак нельзя помочь горю, закричал я, вскочив со скамейки в совершенном отчаянии. Скажите, Настенька, нельзя ли будет хоть мне сходить к нему? Разве это можно? Сказала она, вдруг подняв голову. Нет, разумеется, нет, заметил я, спохватившись. А вот что, напишите письмо. Нет, это невозможно, это нельзя, отвечала она решительно. Но уже потупив голову и несмотря на меня. Как нельзя? Отчего же нельзя? Продолжал я, ухватившись за свою идею. Но, знаете, Настенька, какое письмо? Письмо, письмо, рознь. И, Ах, Настенька, это так, верьтесь мне, верьтесь, я вам не дам дурного совета. Все это можно устроить. Вы же начали первый шаг, а чего ж теперь? Нельзя, нельзя, я как будто навязываюсь. Ах, добренькая моя Настенька, перебил я, не скрывая улыбки. Нет же, нет, вы, наконец, вправе, потому что он вам обещал. Да и по всему я вижу, что он человек деликатный, что он поступил хорошо. Продолжал я, все более и более восторгаясь от логичности собственных доводов и убеждений. Он как поступил? Он себя связал обещанием, он сказал, что ни на ком не женится, кроме вас. Если только женится, так вам же он оставил полную свободу хоть сейчас от него отказаться. В таком случае вы можете сделать первый шаг. Вы имеете право, вы имеете перед ним преимущество, хотя бы, например, если бы захотели развязать его от данного слова. Послушайте, вы как бы написали, что? Да это письмо. Я бы вот как написал. Милостливый государь. Это так, непременно нужно. Милостливый государь. Непременно. Впрочем, отчего ж? Я думаю, ну, ну, дальше. Милостливый государь. Извините, что я? Впрочем, нет, не нужно никаких извинений. Тут факт. Все оправдывает. Пишите просто. Я пишу к вам. Простите, мне мое нетерпение, но я целый год была счастлива, надеждой. Виновата ли я, что не могу теперь вынести и дня сомнения? Теперь, когда уже вы приехали, может быть, вы уже изменили свои намерения. Тогда это письмо скажет вам, что я не ропщу и не обвиняю вас. Я не обвиняю вас за то, что невластно над вашим сердцем. Такова уж судьба моя. Вы, благородный человек, вы не улыбнетесь и не подосадуете на мои нетерпеливые строки. Вспомните, что их пишет бедная девушка, что она одна, что некому не научить ее, не посоветовать ей и что она никогда не умела сама совладать своим сердцем. Но простите меня, что в мою душу, хотя на один миг закралось сомнение, вы не способны даже и мысленно обидеть ту, которая вас так любила и любит. Да-да, это точно так, как я думала, закричала Настенька и радость засияла в глазах ее. О, вы разрешили мои сомнения. Вас мне Бог послал. Благодарю, благодарю вас. За что? За то, что меня Бог послал, отвечал я, глядя в восторге на ее радостное личико. Да хоть за то. Ах, Настенька. Ведь благодарим же мы иных людей хоть за то, что они живут вместе с нами. Я благодарю вас за то, что вы мне встретились, за то, что целый век мой буду вас помнить. Ну, довольно, довольно. А теперь вот что. Слушайте, тогда было условие, что как только приедет он, так этот час же даст знать о себе тем, что оставит мне письмо в одном месте у одних моих знакомых, добрых и простых людей, которые ничего об этом не знают. или если нельзя будет написать ко мне письма за тем, что в письме не всегда все расскажешь, то он в этот же день, как приедет, будет сюда ровно в 10 часов, где мы положили с ним встретиться. О приезде его я уже знаю, но вот уже третий день нет ни письма, ни его. Уйти мне от бабушки поутру никак нельзя. Отдайте письмо мое завтра вы сами тем добрым людям, о которых я вам говорила. Они уже перешлют, а если будет ответ, то сами вы принесете его вечером в 10 часов. Но письмо, письмо, ведь прежде нужно письмо написать. Так разве послезавтра все это будет письмо, отвечала Настенька немного смешавшись. Письмо, но. Но она не договорила. Она сначала отвернула от меня свое личико, покраснела как роза, и вдруг я почувствовал в моей руке письмо. По-видимому, уже давно написанное, совсем приготовленное и запечатанное. Какое-то знакомое, милое, грациозное воспоминание пронеслось в моей голове. Росина. Запели мы оба, я, чуть не обнимая ее от восторга, она покраснев, как только могла покраснеть и смеясь сквозь слезы, которые, как жемчужинки, дрожали в ее черных ресницах. Ну, довольна, довольна. Прощайте теперь, сказала она с корговоркой. Вот вам письмо, вот и адрес, куда снести его. Прощайте, до свидания, до завтра. Она крепко сжала мне обе руки, кивнула головой и мелькнула, как стрелка, свой переулок. Я долго стоял на месте, провожая ее глазами. До завтра, до завтра пронеслось в моей голове, когда она скрылась из глаз моих. Сегодня был день печальный, дождливый, без просвета. Точно будущая старость моя, меня теснят такие странные мысли, такие темные ощущения, такие еще неясные для меня вопросы толпятся в моей голове, а как-то нет ни сила, ни хотения их разрешить. Не мне разрешить все это. Сегодня мы не увидимся. Вчера, когда мы прощались, облака стали заволакивать небо, и подымался туман. Я сказал, что завтра будет дурной день. Она не отвечала, она не хотела против себя говорить. Для нее этот день и светел, и ясен, и ни одна тучка не застерет ее счастье. Коли будет дождь, мы не увидимся, сказала она, я не приду. Я думал, что она и не заметила сегодняшнего дождя, а между тем не пришла. Вчера было наше третье свидание, наша третья белая ночь. Однако, как радость и счастье делают человека прекрасным, как кипит сердце любовью. Кажется, хочешь излить все свое сердце в другое сердце. Хочешь, чтоб все было весело, все смеялось, и как заразительна эта радость. Вчера в ее словах было столько неги, столько доброты ко мне в сердце, как она ухаживала за мной, как ласкалась ко мне, как ободряла и нежила мое сердце. О, сколько кокетства от счастья! А я, я принимал все за чистую монету, я думал, что она, но, Боже мой, как же мог я это думать, как же мог я быть так слеп, когда уже все взято другим, все не мое, когда, наконец, даже эта самая нежность ее, не забота, ее любовь. Да, любовь ко мне была не что иное, как радость о скором свидании с другим, желание навязать и мне свое счастье. Когда он не пришел, когда мы прождали напрасно, она не нахмурилась, она же заробела и струсила. Все движения ее, все слова ее уже стали не так легки, игривы, веселы, и, странное дело, она удвоила ко мне свое внимание, как будто желая на меня излить то, чего сама желала себе, за что сама боялась, если бы оно не сбылось. Моя Настенька так оробела, так перепугалась, что, кажется, поняла наконец, что люблю ее, и жалилась над моей бедной любовью. Так, когда мы несчастны, мы сильнее чувствуем несчастье других, чувства не разбираются, а сосредотачиваются. Я пришел к ней с полным сердцем и едва дождался свидания. Я не предчувствовал того, что буду теперь ощущать, не предчувствовал, что все это не так кончится. Она сияла радостью, она ожидала ответа. Ответ был он сам. Он должен был прийти, прибежать на ее зов. Она пришла раньше меня целым часом. Сначала она всему хохотала, всякому слову моему смеялась, я начал было говорить и умолк. Знаете ли, отчего я так рада? Сказала она, так рада на вас смотреть, так люблю вас сегодня. Ну, спросил я, и сердце мое задрожало. Я оттого люблю вас, что вы не влюбились в меня. Ведь вот иной на вашем месте стал бы беспокоить, приставать, разохался бы, разболелся, а вы такой милый. Тут она так сжала мою руку, что я чуть не закричал. Она засмеялась. Боже, какой вы друг. Начала она через минуту опять серьезно. Да вас Бог мне послал. Ну, что бы со мной было, если вас со мной теперь не было? Какой вы бескорыстный, как хорошо вы меня любите. Когда я выйду замуж, мы будем очень дружны, больше, чем как братья. Я буду вас любить почти так, как его. Мне стало как-то ужасно грустно в это мгновение, однако что-то похожее на смех зашевелилось в моей душе. Вы в припадке, сказал я, «Вы трусите? Вы думаете, что он не придет? Бог с вами», отвечала она, «если бы я была меньше счастлива, я бы, кажется, заплакал от вашего неверия, от ваших упреков. Впрочем, вы меня навели на мысль и задали мне долгую думу, но я подумаю после, а теперь признаюсь вам, что правду вы говорите. Да, я как-то сама не своя, я как-то вся в ожидании и чувствую все как-то слишком легко, да полноте оставим прочувствовать». В это время послышались шаги, и в темноте показался прохожий, который шел к нам навстречу. Мы оба задрожали, она чуть не скрикнула, я опустил ее руку и сделал жест, как будто хотел отойти, но мы обманулись, это был не он. «Чего вы боитесь? Зачем вы бросили мою руку?» сказала она, подавая мне ее опять. «Ну что же, мы встретим его вместе, я хочу, чтобы он видел, как мы любим друг друга». «Как мы любим друг друга?» закричал я. «О, Настенька!» «Настенька!» подумал я, «Как этим словом ты много сказала!» От этакой любви Настенька в иной час холодеет на сердце и становится тяжело на душе. Твоя рука холодная, моя горячая как огонь. «Какая слепая ты, Настенька!» «О, как несносен счастливый человек в иную минуту!» «Но я не мог на тебя рассердиться!» Наконец сердце мое переполнилось. «Послушайте, Настенька!» закричал я, «Знаете ли, что со мной было весь день?» «Ну что, что такое? Рассказывайте скорее, что же вы до сих пор все молчали!» «Во-первых, Настенька, когда я исполнил все ваши комиссии, отдал письмо, был у ваших добрых людей, потом, потом я пришел домой и лег спать!» «Только то?» перебила она засмеявшись. «Да, почти только то!» отвечал я, скрипя сердце, потому что в глазах моих уже накипали глупые слезы. Я проснулся за час до нашего свидания, но как будто и не спал. Не знаю, что было со мною, я шел, чтобы вам это все рассказать, как будто время для меня остановилось, как будто одно ощущение и одно чувство должно было остаться с этого времени во мне навечно, как будто одна минута должна была продолжаться целую вечность, и словно вся жизнь остановилась для меня. Когда я проснулся, мне казалось, что какой-то музыкальный мотив, давно знакомый, где-то прежде слышанный, забытый и сладостный теперь вспоминался мне. Мне казалось, что он всю жизнь просился из души моей, и только теперь... Ах, боже мой, боже мой, перебила Настенька, как же это все так, я не понимаю ни слова. Ах, Настенька, мне хотелось как-нибудь передать вам это странное впечатление, начал я жалобным голосом, в котором скрывалась еще надежда, хотя весьма отдаленная. «Полноте, перестаньте, полноте», заговорила она, и в один миг она догадалась, плутовка, вдруг она сделалась как-то необыкновенно говорливая, веселая, шаловливая, она взяла меня под руку, смеялась, хотела, чтобы я тоже смеялся, и каждое смущенное слово мое отзывалось с ней таким звонким, таким долгим смехом, я начинал сердиться, она вдруг пустилась кокетничать, послушайте, начала она, а ведь мне немножко досадно, что вы не влюбились в меня, разберите-ка после этого человека, но все-таки, господин непреклонный, вы не можете не похвалить меня за то, что я такая простая, я вам все говорю, все говорю, какая бы глупость не промелькнула у меня в голове, слушайте, это одиннадцать часов, кажется, сказал я, когда мерный звук колокола загудел с отдаленной городской башни, она вдруг остановилась, перестала смеяться и начала считать, да, одиннадцать, сказала она наконец робким, нерешительным голосом, я то сейчас же раскаялся, что напугал ее, заставил считать часы и проклял себя за припадок злости, мне стало за нее грустно, я и не знал, как искупить свое прегрешение, я начал ее утешать, выискивать причины его отсутствия, подводить разные доводы, доказательства, никого нельзя было легче обмануть, как ее в эту минуту, да и всякий в эту минуту как-то радостно выслушивает хоть какое бы то ни было утешение и рад, рад, коли есть хоть тень оправдания, да и смешное дело, начал я, все более и более горячась и любуясь на необыкновенную ясность своих доказательств, да и не мог он прийти, вы и меня обманули и завлекли, Настенька, так что я и времени счет потерял, вы только подумайте, он едва мог получить письмо, положим, ему нельзя прийти, положим, он будет отвечать, так письмо придет не раньше, как завтра, я за ним завтра, чем свет схожу, и тотчас же дам вам знать, предположите, наконец, тысячу вероятностей, ну, его не было дома, когда пришло письмо, и он, может быть, его и до сих пор еще не читал, ведь все может случиться, да, да, отвечала Настенька, я и не подумала, конечно, все может случиться, продолжала она самым сговорчивым голосом, но в котором, как досадный досананс, слышалась какая-то другая отдаленная мысль, вот что вы сделаете, продолжала она, вы едите завтра как можно раньше, и если получите что-нибудь, то сейчас же дайте мне знать, вы ведь знаете, где я живу, и она начала повторять мне свой адрес, потом она вдруг стала так нежна, так рабка со мной, она, казалось, слушала внимательно, что я ей говорил, но когда я обратился к ней с каким-то вопросом, она смолчала, смешалась, отворила от меня голову, я заглянул ей в глаза, так и есть, она плакала, ну можно ли, можно ли, ах, какое вы дитя, какое ребячество, полноте, она попробовала улыбнуться, успокоиться, но подбородок ее дрожал, и грудь все еще колыхалась, я думаю, я думаю, об вас, сказала она мне после минутного молчания, вы так добры, что я была бы каменной, если бы не чувствовала этого, знаете ли, что мне пришло теперь в голову, я вас обоих сравнила, зачем он, не вы, зачем он не такой, как вы, он хуже вас, хоть я и люблю его, больше вас, я не отвечал ничего, она, казалось, ждала, чтобы я сказал что-нибудь, конечно, я, может быть, не совсем еще его понимаю, не совсем его знаю, знаете, я как будто всегда боялась его, он всегда был такой серьезный, такой, как будто бы гордый, конечно, я знаю, что он, он только смотрит так, что в сердце его больше, чем в моем нежности, я помню, как он посмотрел на меня тогда, как я, помните, пришла к нему с узелком, но все-таки я его как-то слишком уважаю, а ведь это как будто мы и не равня, нет, Настенька, нет, отвечал я, это значит, что вы его больше всего на свете любите и гораздо больше себя самой любите, да, положим, что это так, отвечала наивная Настенька, но знаете ли, что мне пришло теперь в голову, только я теперь не про него буду говорить, а так, вообще, мне очень давно все это приходило в голову, послушайте, зачем мы все не так, и не как братья с братьями, зачем самый лучший человек всегда как будто что-то таит от другого и молчит от него, зачем прямо сейчас не сказать, что есть на сердце, коли знаешь, что не на ветер свое слово скажешь, а то всякий так смотрит, как будто он суровее, чем он есть на самом деле, как будто все боятся оскорбить свои чувства, коли очень скоро выкажут их, ах, Настенька, правду вы говорите, да ведь это происходит от многих причин, перебил я сам более чем когда-либо в эту минуту стеснявший свои чувства, нет-нет, отвечала она с глубоким чувством, вот вы, например, не таков, как другие, я право, не знаю, как бы вам это рассказать, что я чувствую, но мне кажется, вы вот, например, хоть бы теперь, мне кажется, вы чем-то для меня жертвуете, прибавила она робко, мельком взглянув на меня, вы меня простите, если я вам так говорю, я ведь простая девушка, я ведь мало еще видела на свете и право не умею иногда говорить, прибавила она голосом, дрожащим от какого-то затаенного чувства и стараюсь между тем улыбнуться, но мне только хотелось сказать вам, что я благодарна, что я тоже все это чувствую, о, дай вам Бог за это счастье, вот то, что вы мне насказали тогда о вашем мечтателе, совершенно неправда, то есть, я хочу сказать, совсем до вас не касается, вы выздоравливаете, вы право, совсем другой человек, чем, как сами себя описали, если вы когда-нибудь полюбите, то дай вам Бог счастья с нею, а ей я ничего не желаю, потому что она будет счастлива с вами, я знаю, я сама женщина, и вы должны мне верить, если я вам так говорю, она замолкла и крепко пожала руку мне, я тоже не мог ничего говорить от волнения, прошло несколько минут, да, видно, что он не придет сегодня, сказал она наконец, подняв голову, поздно, он придет завтра, сказал я самым уверительным и твердым голосом, да, прибавила она, развеселившись, я сама теперь вижу, что он придет завтра, ну, так до свидания, до завтра, если будет дождь, я, может быть, не приду, но послезавтра я приду, непременно приду, что со мной бы ни было, будьте здесь непременно, я хочу вас видеть, я вам все расскажу, и потом, когда мы прощались, она подала мне руку и сказала, ясно взглянув на меня, ведь мы теперь навсегда вместе, не правда ли, о, Настенька, Настенька, если б ты знала, в каком я теперь одиночестве, когда пробило девять часов, я не мог усидеть в комнате, оделся и вышел, несмотря на ненастное время, я был там, сидел на нашей скамейке, я было пошел в их переулок, но мне стало стыдно, и я воротился, не взглянув на их окна, не дойдя двух шагов до их дома, я пришел домой в такой тоске, в какой никогда не бывал, какое сырое, скучное время, если б была хорошая погода, я бы прогулял там всю ночь, но до завтра, до завтра, завтра она мне все расскажет, однако письма сегодня не было, но, впрочем, так и должно было быть, они уже вместе, боже, как все это кончилось, чем все это кончилось, я пришел в девять часов, она была уже там, я еще издали заметил ее, она стояла, как тогда, в первый раз, облокотясь на перила набережной, и не слыхала, как я подошел к ней, Настенька, откликнула ее, через силу подавляя свое волнение, она быстро обернулась ко мне, ну, сказала она, ну, поскорее, я смотрел на нее в недоумение, ну, где же письмо, вы принесли письмо, повторила она, схватившись рукой за перила, нет, у меня письма, нет, сказал я, наконец, разве он еще не был, она страшно побледнела и долгое время смотрела на меня неподвижно, я разбил последнюю ее надежду, ну, бог с ним, проговорила она, наконец, прерывающимся голосом, бог с ним, если он так оставляет меня, она опустила глаза, потом хотела взглянуть на меня, но не могла, еще несколько минут она пересиливала свое волнение, но вдруг отворотилась, облокотясь на балюстраду набережной и залилась слезами, полноти, полноти, заговорил, было я, но у меня сил не достало продолжать, на нее глядя, да и что бы я стал говорить, не утешайте меня, говорила она, плачу, не говорите про него, не говорите, что он придет, что он не бросил меня так жестко, так бесчеловечно, как он это сделал, за что, за что, неужели что-нибудь было в моем письме, в этом несчастном письме, тут рыдания, пресекли ее голос, у меня сердце разрывалась, на нее глядя, о, как же это бесчеловечно жестоко, начала она снова, и ни строчки, ни строчки, хоть бы ответил, что я не нужна ему, что он отвергает меня, а то ни одной строчки в целые три дня, как легко ему оскорбить, обидеть бедную, беззащитную девушку, которая тем и виновата, что любит его, о, сколько я вытерпела в эти три дня, боже мой, боже мой, как вспомни, что я пришла к нему в первый раз сама, что я перед ним унижалась, плакала, что я вымаливала у него хоть каплю любви, и после этого, послушайте, заговорила она, обращаясь ко мне, и черные глазки ее засверкали, да это не так, это не может быть так, это не натурально, или вы, или я обманулись, может быть он письма не получил, может быть он до сих пор ничего не знает, как же можно, судите сами, скажите мне, ради Бога, объясните мне, я этого не могу понять, как можно так варварски, грубо поступить, как он поступил со мною, ни одного слова, но к последнему человеку на свете бывают сострадальные, может быть он что-нибудь слышал, может быть кто-нибудь ему насказал обо мне, закричала она, обратившись ко мне с вопросом, как вы думаете, слушайте, Настенька, я пойду завтра к нему от вашего имени, ну, я спрошу его обо всем, расскажу ему все, ну, ну, вы напишите письмо, не говорите нет, Настенька, не говорите нет, я заставлю его уважать ваш поступок, он все узнает, и если... Нет, мой друг, нет, перебила она, довольна, больше ни слова, ни одного слова от меня, ни строчки, довольна, я его не знаю, я не люблю его больше, я его позабуду, она не договорила, успокойтесь, успокойтесь, сядьте здесь, Настенька, сказал я, усаживая ее на скамейку, да я спокойно, полноте, это так, это слезы, это просохнет, что вы думаете, что я сгублю себя, что я утоплюсь? Сердце мое было полно, я хотел было заговорить, но не мог, слушайте, продолжала она, взяв меня за руку, скажите, вы бы не так поступили, вы бы не бросили той, которая бы сама к вам пришла, вы бы не бросили ее в глаза постыдной насмешки над ее слабым, глупым сердцем, вы поберегли бы ее, вы бы представили себе, что она была одна, что она не умела усмотреть за собой, что она не умела себя уберечь от любви к вам, что она не виновата, что она, наконец, не виновата, что она ничего не сделала, о боже, боже мой, Настенька, закричал я, наконец, не будучи в силах преодолеть свое волнение, Настенька, вы терзаете меня, вы язвите сердце мое, вы убиваете меня, я не могу молчать, я должен, наконец, говорить, высказать, что у меня накипело тут, в сердце, говоря это, я приустал со скамейки, она взяла меня за руку и смотрела на меня в удивление, что с вами, проговорила она, наконец, «Слушайте», сказал я решительно, «слушайте меня, Настенька, что я буду теперь говорить, все вздор, все несбыточно, все глупо, я знаю, что это никогда не может случиться, но не могу же я молчать, именем того, чем вы теперь страдаете, заранее молю вас, простите меня». «Ну что, что», говорила она, перестав плакать и пристально смотря на меня, тогда как странное любопытство блистало в ее удивленных глазках, «Что с вами?» «Это неизбыточно, но я вас люблю, Настенька, вот что». «Ну, теперь все сказано», сказал я, махнув рукой, «теперь вы увидите, можно, можете ли вы так говорить со мной, как сейчас говорили, можете ли вы, наконец, слушать то, что я буду вам говорить». «Ну что же, что же», перебила Настенька, «что же из этого?» «Ну, я давно знала, что вы меня любите, но только мне все казалось, что вы меня так, просто как-нибудь любите». «Ах, Боже мой, Боже мой!» «Сначала было просто, Настенька, а теперь нет, я точно так же, как вы, когда вы пришли к нему, тогда с вашим узелком, хуже, чем как вы, Настенька, потому что он тогда никого не любил, а вы любите». «Что это вы мне говорите?» «Я, наконец, вас совсем не понимаю, но послушайте, зачем же это?» «То есть, не зачем, а почему же это?» «Вы так и так вдруг?» «Боже!» «Я говорю глупости, но вы!» И Настенька совершенно смешалась, щеки ее вспыхнули, она опустила глаза. «Что же делать, Настенька?» «Что же мне делать?» «Я виноват, я употребил во зло, но нет же, нет, не виноват я, Настенька, я это слышу, чувствую, потому что мое сердце мне говорит, что я прав, потому что я вас ничем не могу обидеть, ничем оскорбить. Я был друг ваш, ну, вот я и теперь друг, я ничему не изменял, вот у меня теперь слезы текут, Настенька, пусть их текут, пусть текут, они никому не мешают, они высохнут, Настенька. «Да сядьте же, сядьте», сказала она, сажая меня на скамейку, «ох, боже ты мой!» «Нет, Настенька, я не сяду, я уже более не могу быть здесь, вы уже меня более не можете видеть, я все скажу и уйду, я только хочу сказать, что вы бы никогда не узнали, что я вас люблю, я бы схоронил свою тайну, я бы не стал вас терзать теперь, в эту минуту, моим эгоизмом, нет, но я не мог теперь вытерпеть, вы сами заговорили об этом, вы виноваты, вы во всем виноваты, а я не виноват, вы не можете прогнать меня от себя». «Да нет же, нет, я не отгоняю вас, нет», говорила Настенька, скрывая, как только могла, свое смущение, бедненькая, «Вы меня не гоните, нет?» «А я было сам хотел бежать от вас, я и уйду, только я все скажу сначала, потому что, когда вы здесь говорили, я не мог усидеть, когда вы здесь плакали, когда вы терзались от того, ну от того, уж я назову это Настенька, от того, что вас отвергают, от того, что оттолкнули вашу любовь, я почувствовал, я услышал, что в моем сердце столько любви для вас, Настенька, столько любви, и мне стало так горько, что я не могу помочь вам этой любовью, что сердце разорвалось, и я, я не мог молчать, я должен был говорить, Настенька, я должен был говорить, «Да, да, говорите мне, говорите со мной так», сказала Настенька с неизъяснимым движением, «Вам может быть странно, но я с вами так говорю, но говорите, я вам после скажу, я вам все расскажу, вам жаль меня, Настенька, вам просто жаль меня, дружочек мой, уж то пропало, то пропало, уж что сказано, того не воротишь, не так ли? Ну, так, вы теперь знаете все, ну, вот эта точка отправления, ну, хорошо, теперь все это прекрасно, только послушайте, когда вы сидели и плакали, я про себя думал, «Ох, дайте мне сказать, что я думал, я думал, что, ну, конечно, этого не может быть, Настенька, я думал, что вы, я думал, что вы, как-нибудь там, ну, совершенно посторонним, таким, каким-нибудь образом, уж больно его не любите, тогда, я это вчера и третьего дня уже думал, Настенька, тогда бы я сделал так, я бы непременно сделал так, что вы бы меня полюбили, ведь вы сказали, ведь вы сами говорили, Настенька, что вы меня уже почти совсем полюбили, ну, что же дальше, ну, вот почти и все, что я хотел сказать, остается только сказать, что тогда было бы, если бы вы меня полюбили, только это, больше ничего, послушайте же, друг мой, потому что вы, все-таки мой друг, я, конечно, человек простой, бедный, такой незначительный, только не в том дело, я как-то все не про то говорю, это от смущения, Настенька, а только я бы вас так любил, так любил, что если бы вы еще и любили его, и продолжали любить того, которого я не знаю, то все-таки не заметили бы, что моя любовь как-нибудь, там для вас тяжела, вы бы только слышали, вы бы только чувствовали, каждую минуту, что под для вас бьется, благодарное сердце, горячее сердце, которое за вас, ох, Настенька, Настенька, что вы со мной сделали, не плачьте же, я не хочу, чтобы вы плакали, сказала Настенька, быстро вставая со скамейки, пойдемте, встаньте, пойдемте со мной, не плачьте же, не плачьте, говорила она, утирая мои слезы, своим платком, ну пойдемте теперь, я вам, может быть, скажу что-нибудь, да, уж коли теперь, он оставил меня, коли он позабыл меня, хотя я еще и люблю его, не хочу вас обманывать, но, послушайте, отвечайте мне, если бы я, например, вас полюбила, то есть, если бы я только, ох, друг мой, друг мой, как я подумаю, как подумаю, что я вас оскорбляла тогда, что смеялась над вашей любовью, когда вас хвалила за то, что вы не влюбились, о боже, да как же я этого не предвидела, как я не предвидела, как я была так глупа, но, ну, ну, я решилась, я все скажу, послушайте, Настенька, знаете что, я уйду от вас, вот что, просто я вас только мучаю, вот, у вас теперь угрызыния совести, за то, что вы насмехались, а я не хочу, да, не хочу, чтобы вы, кроме вашего горя, я, конечно, виноват, Настенька, но прощайте, стойте, выслушайте меня, вы можете ждать, чего ждать, как, я его люблю, но это пройдет, это должно пройти, это не может не пройти, уж проходит, я слышу, почем знать, может быть, сегодня же кончится, потому что я его ненавижу, потому что он надо мной насмеялся, тогда как вы плакали здесь вместе со мною, потому что вы не отвергли бы меня, как он, потому что вы любите, а он не любит меня, и не любил, потому что я вас, наконец, люблю сама, да, люблю, люблю, как вы меня любите, я же ведь сама еще, прежде вас это сказала, вы сами слышали, потому люблю, что вы лучше его, потому что вы благороднее его, потому, потому, потому что он, волнение бедняжки было так сильно, что она не докончила, положила свою голову мне на плечо, потом на грудь, и горько заплакала, я утешал, уговаривал ее, но она не могла перестать, она все, жала мне руку, и говорила между рданиями, подождите, подождите, вот я сейчас перестану, я вам хочу сказать, вы не думайте, что эти слезы, это так, от слабости, подождите, пока пройдет, наконец она перестала, отерла слезы, и мы снова пошли, я было хотел говорить, но она долго еще все просила меня подождать, мы замолчали, наконец она собралась с духом, и начала говорить, вот что, начала она слабым и дрожащим голосом, но в котором вдруг зазвенело что-то такое, что вонзилось мне прямо в сердце, и сладко заныло в нем, не думайте, что я так непостоянно и ветрено, не думайте, что я могу так легко и скоро позабыть и изменить, я целый год его любила, и Богом клянусь, что никогда, никогда даже мыслью не было неверно ему, он презрел это, он насмеялся надо мной, Бог с ним, но он уязвил меня, и оскорбил мое сердце, я, я не люблю его, потому что я могу любить только то, что великодушно, что понимает меня, что благородно, потому что я сама такова, и он не достоин меня, ну, Бог с ним, он лучше сделал, чем когда бы я потом обманулась в своих ожиданиях, и узнала, кто он таков, ну, кончено, но почем знать, добрый друг мой, продолжала она, пожимая мне руку, почем знать, может быть, и вся любовь моя была обман чувств, воображение, может быть, началась она шалостью, пустяком, от того, что я была под надзором у бабушки, может быть, я должна любить другого, а не его, не такого человека, другого, который пожалел бы меня, и, и, ну, оставим, оставим это, перебила Настенька, задыхаясь от волнения, я вам только хотелось сказать, я вам хотелось сказать, что если, несмотря на то, что я люблю его, нет, любила его, если, несмотря на то, вы еще скажете, если вы чувствуете, что ваша любовь так велика, что может, наконец, вытеснить из моего сердца прежнюю, если вы захотите жалиться надо мною, если вы не захотите меня оставить одну в моей судьбе, без утешения, без надежды, если вы захотите любить меня всегда, Как теперь меня любите, то клянусь, что благодарность, что любовь моя будет, наконец, достойна вашей любви. Возьмете ли вы теперь мою руку? Настенька, закричал я, задыхаясь от рыданий. Настенька, о, Настенька, ну, довольна, довольна. Ну, теперь совершенно довольна, заговорила она, едва пересиливая себя. Ну, теперь уже все сказано, не правда ли, так? Ну, и вы счастливы, и я счастлива, ни слова же об этом более. Подождите, пощадите меня, говорите о чем-нибудь другом, ради Бога. Да, Настенька, да, довольна об этом, теперь я счастлив. Я, ну, Настенька, ну, заговорим о другом, поскорее, поскорее заговорим, я готов. И мы не знали, что говорить, мы смеялись, мы плакали, мы говорили тысячи слов без связи и мысли. Мы-то ходили по тротуару, то вдруг возвращались назад и пускались переходить через улицу. Потом останавливались и опять переходили на набережную. Мы были как дети. Я теперь живу один, Настенька, заговорил я, а завтра, ну, конечно, я, знаете, Настенька, беден, у меня всего 1200, но это ничего. Разумеется, нет, а у бабушки пенсион, так она нас не стеснит, нужно взять бабушку. Конечно, нужно взять бабушку, только вот, Матрена, ах, да, у нас тоже фекла. Матрена добрая, только один недостаток, у ней нет воображения, Настенька, совершенно никакого нет воображения. Все равно, они обе могут быть вместе, только вы завтра к нам переезжаете. Как это? К вам? Хорошо, я готов. Да, вы наймите у нас, у нас там наверху мезонин, он пустой, жилища была, старушка, дворянка. Она съехала, и бабушка, я знаю, хочет молодого человека пустить. Я говорю, зачем же молодого? А она говорит, да так, я уже стара, а только ты не подумай, Настенька, что я за него тебя хочу замуж посватать. Я и догадалась, что это для того самого. Ах, Настенька, Настенька. И оба мы засмеялись. Ну, полноте же, полноте. А где же вы живете? Я и забыла. Там, у моста, в доме Баранникова, это такой большой дом? Да, такой большой дом. Ах, знаете, хороший дом. Только вы знаете, бросьте его и переезжайте к нам поскорее. Завтра же, Настенька, завтра же я там немножко должен за квартиру. Да, это ничего. Я получу скоро жалование. А знаете, я, может быть, буду уроки давать. Сама выучусь и буду давать уроки. Ну, вот и прекрасно. А я скоро награждение получу, Настенька. Так вот, вы завтра и будете, мой жилец. Да, и мы поедем в Сивильского цирюльника, потому что его теперь опять дадут скоро. Да, поедем, сказала, смеясь, Настенька. Нет, лучше мы будем слушать не цирюльника, а что-нибудь другое. Ну, хорошо, что-нибудь другое, конечно, это будет лучше. А то я не подумал. Говоря это, мы ходили оба как будто в чаду, в тумане, как будто сами не знали, что с нами делается. То останавливались и долго разговаривали на одном месте, то опять пускались ходить и заходили бог знает куда. И опять смех, опять слезы. То Настенька вдруг захочет домой. Я не смею удерживать ее и захочу проводить до самого дома. Мы пускаемся в путь и вдруг через четверть часа находим себя на набережной у нашей скамейки. То она вздохнет и снова слезинка набежит на глаза. Я оробею, похолодею. Но она тут же жмет мою руку и тащит меня снова ходить, болтать, говорить. Пора теперь, пора мне домой. Я думаю, очень поздно, сказала наконец Настенька. Полно нам так ребячиться. Да, Настенька, только уж я теперь не засну. Я домой не пойду. Я тоже, кажется, не засну. Только вы проводите меня. Непременно. Но уж теперь мы непременно дойдем до квартиры. Непременно. Непременно. Честное слово. Потому что ведь нужно же когда-нибудь воротиться домой. Честное слово. Отвечал я, смеясь. Ну, пойдемте, пойдемте. Посмотрите на небо, Настенька. Посмотрите, завтра будет чудесный день. Какое голубое небо. Какая луна. Посмотрите, вот это желтое облако. Теперь застилай ее. Смотрите, смотрите. Нет, оно прошло мимо. Смотрите же, смотрите. Но Настенька не смотрела на это облачко. Она стояла молча, как вкопанная. Через минуту она стала как-то робко, тесно прижиматься ко мне. Рука ее задрожала в моей руке. Я поглядел на нее. Она оперлась на меня еще сильнее. Прижалась. В эту минуту мимо нас прошел молодой человек. Он вдруг остановился, пристально посмотрел на нас. И потом опять сделал несколько шагов. Сердце во мне задрожало. Настенька, сказал я в полголоса. Кто это? Настенька. Это он, отвечала она шепотом. Еще ближе, еще трепетнее прижимаясь ко мне. Я едва устоял на ногах. Настенька. 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 Я подала ему руку, едва бросилась в его объятие, как вдруг снова обернулась ко мне, очутилась подле меня, как ветер, как молния. И, прежде чем успел я опомниться, обхватила мою шею обеими руками и крепко, горячо поцеловала меня. Потом, не сказав ни слова, бросилась снова к нему, взяла его за руки и повлекла его за собою. Я долго стоял и глядел им вслед. Наконец они оба исчезли из глаз моих. Мои ночи кончились утром. День был нехороший. Шел дождь и уныло стучал в мои стекла. В комнате было темно, на дворе пасмурно. Голова у меня болела и кружилась, лихорадка прокрадывалась по моим членам. Письмо к тебе, батюшка, по городской почте почтарь принес. Проговорила надо мной Матрена. Письмо от кого? Закричал я, вскакивая со стула. Я не ведаю, батюшка. Посмотри, может там и написано от кого? Я сломал печать. Это от нее. О, простите, простите меня, писала мне Настенька. На коленях умоляю вас, простите меня. Я обманула и вас, и себя. Это был сон, призрак. Я изнывала за вас сегодня. Простите, простите меня. Не обвиняйте меня, потому что я ни в чем не изменилась пред вами. Я сказала, что буду любить вас. Я и теперь вас люблю больше, чем люблю. О, Боже, если бы я могла любить вас обоих разом. О, если бы вы были он. О, если бы он был вы. Пролетело в моей голове. Я вспомнил твои слова, Настенька. Бог видит, что бы я теперь для вас сделала. Я знаю, что вам тяжело и грустно. Я оскорбила вас. Но вы знаете, коли любишь, долго не помнишь обиду. А вы меня любите. Благодарю, да. Благодарю вас за эту любовь, потому что в памяти моей она напечаталась, как сладкий сон, который долго помнишь после пробуждения. Потому что я вечно буду помнить тот миг, который вы так братски открыли мне свое сердце и так великодушно приняли в дар мое убитое, чтобы его беречь, лелеять, вылечить его. Если вы простите меня, то память об вас будет возвышена во мне вечным благодарным чувством к вам, которое никогда не изгладится из души моей. Я буду хранить эту память, буду ей верна, не изменю ей, не изменю своему сердцу. Оно слишком постоянно. Оно еще вчера так скоро воротилось к тому, которому принадлежало навеки. Мы встретимся, вы придете к нам, вы нас не оставите, мы будем вечно другом к нам, братом моим, и когда вы увидите меня, вы подадите мне руку. Да, да, вы подадите мне ее, вы простите меня. Не правда ли, вы меня любите по-прежнему? О, любите, любите меня. Не оставляйте, потому что я вас так люблю в эту минуту, потому что я достойна любви вашей, потому что я заслужу ее, друг мой милый. На будущей неделе я выхожу за него. Он воротился влюбленный, он никогда не забывал обо мне. Вы не рассердитесь, что я об этом написала, но я хочу прийти к вам вместе с ним. Вы его полюбите, не правда ли? Простите же, помните и любите вашу Настеньку. Я долго перечитывал это письмо, слезы просились из глаз моих. Наконец оно выпало у меня из рук, и я закрыл лицо. Касатик, а касатик, начала Матрена. Что, старуха? А паутину-то я всю с потолка сняла. Теперь хоть женись, гостей созывай, как в ту пору. Я посмотрел на Матрену. Это была еще бодрая молодая старуха, но не знаю от чего, вдруг она представилась мне с потухшим взглядом, с морщинами на лице, согбенная, дряхлая, не знаю от чего. Мне вдруг представилось, что комната моя постарела так же, как и старуха. Стены и полы облиняли, все потускнело, паутины развелось еще больше. Не знаю от чего, когда я взглянул в окно, мне показалось, что дом, стоявший напротив, тоже одряхлел, потускнел в свою очередь, что штукатурка на колоннах облупилась, осыпалась, что карнизы почернели, растрескались, и стены из темно-желтого яркого цвета стали пегие. Или луч солнца внезапно выглянул из-за тучи, опять спрятался под дождевое облако, и все опять потускнело в глазах моих. Или, может быть, передо мною мелькнула так неприветливо и грустно вся перспектива моего будущего, и я увидел себя таким, как я теперь, ровно через пятнадцать лет, постаревшим, в той же комнате, так же одинок, с той же матреной, которая нисколько не поумнела за все эти годы. Но чтобы я помнил обиду мою, Настенька, чтобы я нагнал темное облако на твое ясное, безмятежное счастье, чтобы я горько упрекал, нагнал тоску на твое сердце, уязвил его тайным угрызением и заставил его тоскливо биться в минуту блаженства, чтобы я изменял хоть один из этих нежных цветков, которые ты вплела в мои черные кудри, когда пошла вместе с ним к алтарю, о, никогда, никогда. Да будет ясно твое небо, да будет светла и безмятежна милая улыбка твоя, да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастья, которое ты дала другому, одинокому, благодарному сердцу. Боже мой, целая минута блаженства, да разве этого мало, хоть бы и на всю жизнь человеческую.